Всем привет! С вами Bastrik Ask Me Anything и сегодня с нами Евгения Колосова, которая расскажет нам про то, что такое персональный стиль. Евгения стилист-имиджмейкер и фэшн стилист. Она сейчас получает дополнительное образование и хочет стать арт-директором и продюсировать фэшн-съемки. Вообще, она закончила британскую высшую школу дизайна и помогает клиентам с решением задач через раскрытие во внешнем всего красивого, что у них есть внутри. Давай, Жень, расскажи, как нам это делать? Ребята, всем привет! Спасибо огромное! Вас очень много. Честно говоря, изначально, когда мне предложили поучаствовать в Амбам, я даже не представляла себе, что будет столько вопросов, потому что мне казалось, что тема не совсем по профилю клуба. Очень классно, что вам это интересно. Спасибо за такое внимание к теме. И начать я хотела бы с вопроса, который написала Мария. Всегда было интересно, можно ли придерживаться одного стиля, если ты хочешь выглядеть отлично и для работы, и для прогулки с детьми, шустрыми и грязными, и для походов с подругами, при этом иметь ограниченный гардероб и не захламляться. И, как ни странно, с вопросом Михаила, который организовывает АМА. Михаил перечислил свою ситуацию, и в конце задал вопрос про все вот эти футболки, очень не хочется заморачиваться и так далее. И в конце была такая сакраментальная фраза «Можно ли с этим что-то сделать?» И я посмотрела вопросы, там на самом деле очень созвучный этот вопрос. Он, по ходу, очень часто встречается. Почему эти два вопроса я объединила в один? Потому что как раз таким запросом чаще всего клиенты приходят к стилисту. Они задают вопрос «Можно ли с этим что-то сделать?» И как раз вот эта формулировка, которую использовала Мария, «Можно ли придерживаться одного стиля?» Если ты хочешь выглядеть хорошо в разных жизненных ситуациях, как раз об этом я и хотела рассказать. Потому что вопросов было много, там такая тематика сразу развелась на разные темы и очень много сфер затронули. Но персональный стилист как раз и занимается тем, что он помогает людям, чтобы создался единый стиль и концепция, когда человек живет в этом органично. То есть персональный стиль — это не про бренды, не про одежду, не про какие-то аксессуары в отдельности, не про профессиональную деятельность. Это, говоря по-простому, образ жизни, который вас окружает, в котором вы находитесь. И для того, чтобы это как-то проиндустрировать, я хотела вам показать два, на мой взгляд, таких вот ярких примера. Они абсолютно разные, но они вот эту мысль должны показать вам, в чем это все заключается. Сейчас я расшарю экран. Так, смотрите, видно экран? Да, отлично. Это первый пример. И здесь мы видим Рози. Я не знаю, все ее узнали или нет, но это очень известная топ-модель. И если мы смотрим на ее изображение, мы видим здесь, какая она умиротворенная, женственная, спокойная, как классно вообще она органично смотрится вот в этом всем своем очень спокойном, элегантном стиле. И если бы мы послушали, как она говорит, просто не стала вставлять видео, потому что перегружает очень конференцию обычно, с этим обычно проблемы. И Рози говорит очень плавно, спокойно, размеренно. Она создатель модного бренда, у нее своя бьюти-компания, которая производит косметику. Почему я выбрала ее? Потому что сейчас на ее примере я хотела бы вам показать, как в ее случае выражается персональный стиль. Смотрите мудборд Рози. Если мы посмотрим на то, как выглядят все детали ее жизни, я взяла только часть примеров. Естественно, все перечислить невозможно. Это абсолютно полностью проработанный стиль. Здесь работает огромная команда, которая все моменты приводит к общему знаменателю. Смотрите, здесь и маникюр, и макияж, и ее прическа, и даже какая-то деталь, когда мы видим украшения, когда мы видим какие-то моменты из ее жизни, просто иллюстрации из ее обычного ежедневного дня, из каждодневной ее жизни, то мы видим одно и то же. То есть, когда мы посмотрели на то, как она выглядит, спокойная, умиротворенная, расслабленная, женственная. Но любую деталь, если мы посмотрим здесь, в этом мудборде, здесь мы увидим, в каждой картинке это будет читаться. Вот этот вот монохром, он тоже передает спокойность. Вот эти вот линии, которые в украшениях, точно так же передают вот это вот спокойное умиротворение. Смотрите, как выглядит ее, назовем это, естественная среда обитания. Здесь, казалось бы, ну при чем тут вообще вот эти вот диванчики там или какие-то рамы, картины, камины. Но на самом деле именно вот эта вот монохромная гамма, она передается абсолютно везде. И вот по вот этим картинкам это видно. И как она в них выглядит, и как выглядит изначально вот этот вот ее общий антураж. Теперь посмотрим вот сюда. Если кто-то не знал, кто такая Рози, то я думаю, этого человека узнали все. И это называется имидж пары. И по нему сразу понятно, что это невероятно гармоничная пара, которая вместе передает один и тот же стиль, одно и то же настроение. По линиям, в которых у них в одежде, в выражении лица, даже просто в поведении, когда они разговаривают, когда они себя самопрезентуют, передается абсолютно то же самое. То есть элегантность, спокойный вот этот вот размеренный такой, очень элегантный стиль. И последнюю картинку поставила исключительно потому, что наверняка люди заметили, что большая часть фотографий этой пары, это связано с тем, что они съемки сделаны с красноковровых дорожек. Но вот эта вот последняя картинка, это как пример того, что не всегда на ковровых дорожках, а вообще в принципе они в таком стиле пары живут. И вместе сочетаются в точно таком же направлении. А вот так вот выглядят ее соцсети. Если по ним посмотреть, тут видно, что тут поработал профессионал, потому что здесь абсолютно все в одной концепции сделано. И казалось бы, да, вот соцсети, это вообще какое отношение имеет к стилю? Но именно они транслируют это общее настроение. А теперь второй пример. Прямо противоположный. И чтобы не было у нас какого-то такого гендерного уклона в сторону девочек, тут мальчик. Причем довольно интересный мальчик. Наверное, кто-то узнал. Машинган Келли. Если про Рози я говорила, что у нее очень спокойный такой голос, размеренная речь, очень плавные жесты, что она женственная, то здесь все прямо противоположное. Тут все наоборот. Это очень драйвовый, очень веселый, очень задорный, очень безбашенный парень. Машинган Келли, наверное, узнали. И сейчас будет его мудборд. Здесь не случайно все настолько странно выглядит. Потому что, когда я начала картинки расставлять точно таким же образом, чтобы это было похоже на мудборд Рози, я поняла, что это просто преступление, потому что необходимо сделать в точно таком же стиле, как он сам себя это видит. И здесь мы тоже видим, как ни странно, маникюр, украшения, какие-то детали его жизни и цветовые акценты. Сразу прямо в глаза бросается вот это вот буйство цвета, яркое, все такое разноцветное, все такое неоднородное. Всего очень-очень-очень много. И этого много в его творчестве, в его поведении, в его карьере. Сейчас будет перфекционист. Пристегнитесь, высокая турбулентность. Неровные совершенно края. Вот здесь вот все. Это, назовем тоже, среда обитания. Посмотрите, здесь уже никаких роскошных диванчиков, никаких люстр, никаких каминов. Здесь все очень просто, очень по-драйвому, по-молодежному. В этот интерьер он полностью вписывается. Он себя так и транслирует, как такой молодой задорный парень. И имидж пары. Сейчас, конечно, много всего про имидж пары говорится. Что там у них вечно тоже скандалы какие-то там, страшные измены, там еще что-то. Но мы сейчас не про это, мы про то, как они смотрятся вместе. И посмотрите на вот этих фотографиях, насколько они друг друга дополняют. Насколько они смотрятся, как единое целое. К чему, собственно говоря, вот этот весь рассказ сейчас про картинки был. Ответ на можно ли придерживаться одного стиля. То, что спросила Мария. Не просто можно. В принципе, к этому в идеале при работе с стилем нужно стремиться. То есть стилевое направление – это не одежда, как это сначала. Изначально все задавали вопросы про вещи, про какие-то аксессуары, про бренды и так далее. То есть стилевое направление и то, что делает имидж-стилист, он прорабатывает именно впечатление. То есть когда вы смотрели на эти картинки, у вас создавалось определенное впечатление. И впечатление это вызывается не одной какой-то деталью и не одеждой. Даже если с вас вообще снять всю одежду, убрать вообще все ваши украшения, у вас все равно остается ваш голос, у вас остается ваша мимика, ваши жесты. Мои жесты. Я, как всегда, как итальянец. Я без этого не могу. У меня все время очень быстрая речь. И эта быстрая речь подчеркивается еще и вот этой вот сильной жестикуляцией. Особенно, когда я что-то увлеченно рассказываю. То есть вот это вот все у вас не забрать. У вас не забрать вашу походку. У вас не забрать ваш способ изъяснения своих мыслей. Вы все равно не сможете никуда от этого деться. И когда меня спрашивают по поводу суфель, сумок и так далее, я всегда говорю, что это вообще вторично. То есть почему я выбрала с темы персонального стиля? Потому что все задают вопросы на тему, а как бы что-то улучшить? Но вот как раз Михаил задал вопрос по поводу, можно с этим что-то сделать? Отвечая на этот вопрос, как раз хотелось бы сказать, что для того, чтобы знать, что с этим сделать, нужно понимать, куда мы движемся. То есть нужно очень хорошо понимать себя, нужно понимать, кем ты являешься, знать, что ты из себя представляешь, какие твои жизненные ценности, чем ты занимаешься, какие цели ты собираешься достигнуть в своей жизни, что ты видишь в своем развитии, как ты себя проявляешь. И самое главное, как бы ты хотел, чтобы мир на тебя смотрел. То есть что бы ты хотел о себе рассказать и показать, потому что мы не ходим без ничего. Даже если мы с утра что-то первое попавшееся схватили, сплошь и рядом история про клиентов, почему вы это надели, да это просто вот первое, что попалось, я вообще такое никогда никуда не ношу, сейчас вот первый раз. На самом деле не бывает никакого просто. Мы всегда что-то делаем и в связи с чем-то, с настроением, с нашей усталостью, с нашим прекрасным каким-то днем, что мы хотим его как-то улучшить и так далее. Мы всегда берем какую-то вещь или делаем какую-то прическу или красим ногти, мы всегда делаем, потому что с нами что-то происходит. И вот имидж стилист, он как раз занимается тем, чтобы понять, что с человеком происходит, что бы он хотел этому миру рассказать и как мир будет на него смотреть и что он будет от него воспринимать. Как наложить это все на его персональные какие-то черты, на его внешность, на его характер, на его идеи, на его желания и род деятельности. Как вообще определяется вот это вот векторное направление, куда надо двигаться? То есть вот Михаил задал вопрос, что с этим сделать? Чтобы с этим сделать, надо определить направление. Как определяется направление? Нужно задать себе вопрос, я вообще какой? Кто я? И на этот вопрос лучше всего отвечать прилагательное. Но нужно быть как можно более конкретным. То есть не говорить, я милая или я классный. А раскрыть это в конкретных прилагательных. То есть, например, я энергичный или я скромный. Или, например, я привлекательный для женщин. Или я, например, очень самостоятельный. Я доверчивый. Я романтичный и так далее. Для того, чтобы с вот этими вот чертами определиться, нужно поработать сначала с собственным сознанием и понять, кто вы. Это довольно сложная работа. И, наверное, люди, которые пришли сюда для того, чтобы послушать, Ну, Женя, когда же там уже будет рассказ про майки, джинсы и кроссы? Я этого жду. Ребята, на самом деле вот эти вот моменты, как сочетать кроссовки и джинсы, и как добавить к платью пояс, это раскрывается практически везде. А вот именно вопрос, кто я и куда я двигаюсь, это почему-то никто никогда не обсуждает. Хотя это, на мой взгляд, вообще самый главный момент. Именно из него и нужно исходить. Потому что один из вопросов как раз был, вот я хожу в офис и хочу поменять что-то по себе. Я недоволен. И мне хотелось бы с этим что-то сделать. Как-то по-другому я хочу выглядеть. И вот здесь как раз нужно задаться вопросом. По-другому, потому что что? Потому что чего-то не хватает в жизни. Хочется куда-то двигаться и так далее, и так далее. Так, сейчас я еще постараюсь посмотреть вопросы. Когда такое количество, очень сложно не запутаться, особенно когда учесть, что исходя из темы, их вообще мало кто задавал по теме. Как еще можно определиться, если прилагательные вам изначально сложно сформулировать? Допустим, вы решили, все, я сейчас определюсь, и я узнаю, кто я. Как можно для себя это понять? Если вам сложно по словам, то есть такая концепция, как попробовать представить себя в каком-то антураже. То есть вы смотрите на свое изображение, можно на фотографию, можно в зеркале, и визуально смотрите, где вы себя представляете. Кто-то может себя увидит в каком-то фэнтези и поймет, что он фея, а кто-то, может быть, себя увидит где-нибудь в офисе в хай-тек дизайне. И некоторым помогает это. И уже описываете вот этот вот дизайн. Если с антуражем и с воображением, и с вот этим визуальным рядом довольно тяжело, если вы не можете подобрать какие-то картинки, которые с вами ассоциируются, не можете подобрать мысленные ассоциации, всегда помогает музыка. Потому что музыка, она очень сильно отражает наш характер, она сильно показывает, что вам нравится, как вы себя видите, и вы по ней можете определить ваши основные черты. Потому что кому-то нравится Моцарт, а кому-то Линкен Парк. Фанатам Линкен Парк, привет! И когда вы в себе это сможете определить, постарайтесь узнать, что вам в себе нравится. Это довольно сложный вопрос, потому что некоторые люди смотрят и вообще не понимают, что им в себе нравится. но, поверьте, в каждом из вас есть что-то очень красивое. И вот это красивое, как раз благодаря вот этим прилагателям, которые вы составите, или образу, который вы нарисуете, уже через ваш стиль вы сможете транслировать. То есть пока вы эту цепочку не пройдете, вы все равно продолжаете что-то о себе миру рассказывать, но это пока неконтролируемый процесс. Вы пока не знаете, что вы рассказываете, и не знаете, что о вас думают другие люди. И если у вас есть какие-то цели и задачи для того, чтобы взять это под контроль, вы можете как раз этим вопросом заняться и проработать его. Почему я рассказываю, что нужно это сделать? Потому что у каждой вещи, абсолютно у каждой, есть стилевой вектор, есть настроение, которое оно транслирует. Так, это мы с Машингом Келли. Но здесь, я думаю, все понятно. Здесь, скорее всего, ни одного вопроса не будет. Вот, давайте посмотрим по поводу вещи, которые транслируют. Смотрите, самый простой пример, элементарная вещь. Есть наверняка у всех. Когда мы на нее смотрим, какие у нас возникают ассоциации. Мы, скорее всего, не скажем про эту вещь, что она элегантная. И, скорее всего, не скажем, что она романтичная. А что мы про нее можем сказать, что она скромная? И, скорее всего, энергичная, потому что спортивная. И такие ассоциации, они возникнут не только у меня, потому что я с вещами работаю. Они возникнут у любого человека, если немножечко присмотреться и задать себе этот вопрос. То есть это очень простой пример. И понять вот эту информацию, считать ее мгновенно, сможет абсолютно любой человек, даже если он не будет задумываться. То есть вы в этом пройдете, и у человека в голове это отложится. Какую ассоциацию вызовет вот эта вещь? Ну, очевидно, что не романтичная и, скорее всего, не элегантная. Это очень брутальная, сильная, мощная вещь. Причем подходит как мальчикам, так и девочкам. Это такой агендерный пример, как в первом, так и во втором случае. Очень переживала, что мальчикам будет неинтересно. А я за равенство в этом плане. Поэтому считаю, что персональный стиль – это вообще для всех. Это не про взрослых или старых, или молодых. Это не для стройных и каких-то изящных. Это для всех, абсолютно для всех. То есть мы все этим пользуемся. Просто некоторые контролируют, а некоторые нет. Так, смотрите, следующий пример. В этом случае мы вряд ли скажем, что это что-то брутальное. И вряд ли скажем, что это какое-то спортивное. Здесь очевидный пример, который мы все считаем, как женственное, романтичное что-то. Как использовать вот такие вот векторы у вещей? Когда вы определились со своими целями и задачами и знаете, кто вы. То есть вы знаете, что вы брутальный мужик или вы изящная фея. То вы смотрите на конкретную вещь и смотрите, что она вам рассказывает о себе. Сначала можно потренироваться на каких-то простых вещах, а потом брать вещи посложнее. Потому что в некоторых вещах заложены такие концепции, как два, три, иногда пять направлений. То есть если мы видим какое-то леопардовое платье, то мы понимаем, что это, наверное, очень какое-то сексуальное, привлекательное платье. Скромным и каким-то спортивным мы его не назовем. И так вот, используя вот этот метод определения характера вещи, мы можем посмотреть на свой гардероб и понять, какие вещи вообще показывают нас. И это мы можем сделать не только с одеждой, это мы можем сделать абсолютно со всем. Мы можем, так сказать, про свой автомобиль, мы можем, так сказать, про свой рабочий стол, мы можем, так сказать, даже про ваш экран телефона, мы можем, так сказать, про абсолютно все. Даже про чашку, которую вы с тракт кофе пьете, вы на нее можете посмотреть и сказать, а она какая. И совпадает ли это с моим вектором, куда я хочу стремиться, как я о себе думаю. И поверьте, это абсолютно на все сферы нашей жизни распространяется. То есть вот этот вопрос, который Мария задала, что можно ли придерживаться, вот таким способом обычно выстраивается имидж. Это, конечно, не за один день делается, это делается долго, старательно и обязательно с удовольствием. То есть если вы получаете в процессе какое-то наслаждение, когда вы рассматриваете что-то и изучаете, то это классно, и вам хочется дальше продолжать. То вы понимаете, что вы делаете, вы изучаете себя, вы изучаете вещи вокруг вас, отражают ли они вас. И можно начать с самого маленького, то есть можно, например, на рабочем столе посмотреть, что вас отражает, что делает этот рабочий стол вашим и как он транслирует вообще информацию людям вокруг о вас. Вот смотрите, это как раз тест, про который я собиралась рассказать вам, и он есть в анонсе. Если вам сложно определиться, в чем же заключаются ваши какие-то стремления, как вы можете вообще понять, кто вы, то существует вот такая система 12 архетипов. Вообще тестирований существует огромное количество, особенно в имиджмейкинге. Это изначально планировалось как маркетинговая система, но ее применяют в имиджмейкинге. И для того, чтобы узнать, кто вы из этих архетипов, в каждом архетипе у нас присутствуют ключевые моменты, что является вашей движущей силой. Что для вас важно в работе, в отношениях с людьми, что для вас важно в ваших приоритетах, что является для вас триггером в разных ситуациях и так далее. То есть это такой способ глубоко познать себя. Для того, чтобы пройти этот тест, внимательно послушайте потом в записи, что я сейчас расскажу. Нужно, во-первых, прийти в состояние, когда вы чувствуете себя успешным, уже достигшим довольно зрелого возраста человеком. И в этот момент вы достигли всего, чего вы хотели, и ваш летописец рассказывает о вас историю. Вот к вам пришел человек, который будет записывать то, что вы о себе сейчас ему расскажете. И планируется снять такой мини-сериал из трех серий или три книги выпустить о вашей жизни. И вот вы, значит, вошли в это состояние, вы уже успешный, достигли всего, и вы ему рассказываете. Первое. Вы рассказываете ему про то, что вы вспомнили в детстве. Один какой-то эпизод. Это довольно просто. Первое, что пришло вам на ум. Но рассказывать надо так, как будто вы действительно пишете сценарий сериала. Вы пишете какую-то историю и рассказываете, кто вы там, что вы там делаете, кто вместе с вами, что там происходит. И самое главное, почему этот момент очень важен для вас. Точно такой же тест делаем про вашу юность и про ваше взрослое уже состояние. Три ситуации, которые в итоге приводят к тому, что мы поймем, к какому архетипу вы относитесь. Но существует не только основной главный архетип, но самое интересное – теневой, про который многие люди даже не догадываются. И вот он иногда живет где-то в закромах вашей памяти, и он вам может очень много о вас рассказать. Но при этом, если вы не догадываетесь его существования, вы не сможете использовать его потенциал. И для того, чтобы пройти этот тест, в записи посмотрите, как его проходить, просто внимательно просите для себя, проанализируйте, нужно вам это или нет. Напишите, найдете меня и напишите мне в любой удобный вас мессенджер. Можно на почту, можно в Телеграм. Я вам пришлю ответ на тест. Вы, наверное, скажете, зачем я это все делаю. Честно говоря, я не думаю, что там сразу 200 человек напишут, во-первых. Отвечу, обещаю всем. Но в том случае, если вам это важно, если вы действительно хотите это пройти, если вы захотите это в дальнейшем использовать, если вам кажется, что это какая-то ерунда, и просто так для себя пройти, то лучше не надо. Вам все равно это не пригодится. Вы потратите свое время, мое. Но на самом деле это понадобится тем, кто захочет дальше это использовать и в работе, и в взаимоотношениях с людьми. Если кто-то переживает по поводу очень личного, то, что он что-то рассказывает, не переживайте. Все, что вы мне напишите, абсолютно все, абсолютно конфиденциально. У стилистов есть их этика, которая не позволяет им разглашать информацию. То есть все останется только между нами. Никому ничего разглашать или тем более где-то транслировать не буду. Но если вы все равно боитесь, что я это куда-то могу отправить или, не дай бог, переслать или кому-то рассказать, пусть ваши юристы со мной свяжутся, я подпишу NDA. У стилистов такое тоже есть. Не переживайте. Это деловой подход. Вдруг вы там топ-менеджер крупной компании, и вам вдруг задумывалось пройти этот тест. А вы переживаете, что что-то пойдет не так. Обещаю, подпишу. Жень, давай, чтобы все поняли, что им нужно сделать, они, значит, пишут небольшие... Напишите, да. Еще раз. Лучше пересмотрите в записи вот этот момент, потому что нужно именно сделать все точно так же, как я рассказала. Вы это все описываете. Три эпизода из вашей жизни. Первый эпизод – детство. Второй эпизод – юность. Третий эпизод – это о вашем уже зрелом, взрослом состоянии. Обязательно так, как если бы это был какой-то эпизод сериала или рассказ. То есть не просто, ну, я маленький, и там что-то происходит. А прям вот как будто вы небольшой сценарий описываете. И самое главное, почему для вас это важно. Супер. Мне кажется, отличный шанс всем нам узнать, кому это важно. Обещаю, я отвечу всем. И на самом деле, поскольку мой архетип, как выяснилось, на самом деле, я изначально была уверена, что у меня бунтарь. Я абсолютно точно была в этом уверена. Я не сомневалась ни секунды, когда я проходила это тестирование. После того, как я завершила тестирование, и я увидела, что я герой. Абсолютно точно герой. Меня это шокировало, потому что у героя совершенно другие приоритеты. То есть герой – это тот, кто спасает и помогает. Вот помогать – это мой такой основополагающий посыл в жизни. Это то, что меня движет вперед. Поэтому я безумно люблю помогать. Поэтому, наверное, я стилист. И для того, чтобы и мне попрактиковаться, и вам будет интересно, и вы какую-то пользу практическую получите. И вообще, в принципе, если посмотреть на формат в Астрика, то там все друг другу чем-то помогают. Мне бы было классно. Но если я уж не могу к себе поселить тех, кто приезжает издалека, или показать свой офис, то, по крайней мере, так вам помочь для того, чтобы вам двигаться дальше. Класс. Тут вот в чате уточняют. А если сразу много ситуаций вспоминается? Выбрать самую. Нет, нет, нет. Вы должны выбрать первую. Вы должны ту, которая вам придет на ум с самого начала. И не глубоко ее анализировать, а вот так, как вы ее видите, так, как она вам на ум пришла. Вот это вы и описываете. Напишите огромный трактат. Напишите, самое главное, почему это важно, и что вы там делаете. Кто среди вас, что происходит. Возможно, кто-то уже проходил это тестирование. Если есть, поделитесь в чате. Наверное, это был бы классный опыт. То есть помогло, не помогло. Я разные тесты видела, много всяких вариантов, как определить. Но вот этот тест, он меня действительно шокировал. Он настолько точно определил, что я даже сама сначала не поверила, а потом все как по классике. Там вот это отрицание, торг. И принятие в конце. И что нам потом с этим делать? Мы получим от тебя, например, что мы правители. Что с этим делать? Естественно, это не просто одно слово. Я вам скажу, допустим, вы эстет. Все, с этим живи. Делай, что хочешь. У каждого из них есть описание. Есть набор вот этих как раз векторов, про которые я рассказывала вначале. То есть если вам так сложно определиться, то вот этот вот тест, он как раз ответ на вопросы дает. Понятно, отлично. Есть еще вопросы? По тесту вроде бы нет вопросов. Да, так что мы можем дальше. Так, вот это вот слайд к просто потрясающему, на самом деле, вопросу. Его задал, сейчас секунду даже найду, процитирую. Он в топе у нас, насколько я помню, в теме. Узнаваемые клише. Типа джинсов и черной водолазки, джобсы. Насколько они вообще окей. Вот, Дмитрий, спасибо за вопрос. Это невероятно крутой вопрос. По поводу клише. Что является вообще клише и что не является? Почему здесь вот этот слайд с Мерлин Монро? Мы все используем узнаваемые образы. Откуда они вообще берутся? И это довольно странно прозвучит, но имиджмейкеры изучают формирование образов с древнего Египта. Да, да. И довольно долго изучают. И фэшн-стивисты, кстати, тоже. Потому что узнаваемые образы, фактуры, формы, инструментарные коды и так далее, они начинают свое формирование оттуда. И до сих пор они используются. До сих пор они узнаваемые. Эти образы, которые мы используем в работе, используем в создании каких-то имиджей, они все приходят от известных личностей. То есть, естественно, узнаваемые почему? Потому что узнаваемая персона. И вот вы, когда на картинку смотрите, вы, естественно, понимаете, кто это. И у вас сразу набор стереотипных каких-то представлений о ней. То есть, у вас сразу сформировалось уже общее мнение. Даже вам не нужно сразу анализировать, там что-то продумывать, точно там не так или не так. Вы когда видите, у вас сразу все понятно. Я думаю, всем понятно. Смотрим дальше. По поводу клише. Когда это клише, а когда это не клише. Насколько часто транслируется этот образ? Невероятно часто. Просто настолько часто, насколько можно только представить. Но почему это не является клише, когда мы смотрим на вот этих вот известных девушек? Я думаю, их тоже все узнали. Что здесь вот и Мадонна, которая довольно долго вообще находилась в этом образе, и была невероятно с ним органичная. Гвен Стефани, Паррис Хилтон, Кристина Гиллера. Даже Беляеш умудрилась засветиться в таком образе. И Геннел Дженнер. Так вот, почему вот в этом случае это не является клише? И зачем я вообще это вам все рассказываю? Потому что, если вы поймете принцип, как это применять, то вы можете попробовать применить это для себя. Вот эти все уважаемые женщины, очень известные на весь мир, они не просто взяли и скопировали образ, созданный Марлин Монро, они применили его на себя с учетом своей деятельности, со спецификой своей внешности, своей органичной какой-то жизнью. И они вписались в этот образ со своими деталями, обыграли его. Поэтому, когда мы смотрим на Мадонну, мы не видим Марлин Монро. Когда мы смотрим на Гвен Стефани, мы тоже не видим Марлин Монро. Хотя сейчас, когда я поставила эти картинки рядом, это очевидно очень много параллелей. Ну, очень много. Но при этом, если есть какие-то свои узнаваемые черты, которые добавляются к уже известному образу, как, например, в вопросе про Стива Джобса, то есть можно ли это использовать? Да, вы можете использовать узнаваемые образы, которых миллион, просто все перечислить невозможно. Более того, это так все и делают. Берут один узнаваемый образ, к нему добавляют какие-то детали. Этот образ уже сформировал какое-то ваше стереотипное представление о нем. Но поэтому все остальные люди будут считывать уже работу всех ваших предшественников. Они будут знать, что вот эти все какие-то прилагательные, которые вы там захотели бы транслировать, они уже к нему относятся. Но вам подойдет такое принятие чужого образа только в том случае, если вы сможете адаптировать его к своему образу жизни, к своей внешности и добавите, самое главное, добавите свои фишки. Вот как это выглядит на самом деле окей и не окей, о чем как раз был вопрос. В первом случае мы видим Риану. Здесь она в очень чисто считываемом образе Мерлин Монро, прозрачное голое платье, на котором очевидна цитата. И вот эта вот меховая накидка. То есть все, кто в курсе этого ее культового образа, они сразу мгновенно это узнали. Но мы видим, что она здесь не Мерлин Монро. Мы видим потрясающий, невероятно круто сделанный имиджмейкера Мерианны, уникальный образ, который потом попал во все подборки, как один из самых лучших и запоминающихся. Именно потому что он адаптирован с учетом ее внешности, ее специфики. Она сама звезда. И вот так вот это работает. Когда это не ок. На мой взгляд, это дисклеймер. Есть люди, конечно, которые считают, что все прекрасно. Такие тоже есть. Но вот я считаю, что второй вариант, где просто взят это платье и Ким Кардашьян его надела для того, чтобы продемонстрировать, что она так может. Но это совершенно никак не вписывается в ее собственный стиль. Это никак с ней не сочетается. Это совершенно не ее тематика. То есть вот это вот легкое, изящное, улыбающееся и женственное. И вот это вот совершенно противоположное транслирующее Ким. И вот эта копипаста – это как раз клише. То есть неудачное клише выглядит вот так. Когда вы ничего своего не добавили, а просто надели. Еще парочку примеров вам приведу. Вообще кто-нибудь видел эту актрису? Знает, кто это? Если узнал, я вам вот так вот аплодирую. Потому что на самом деле Мерлин Монро является копипастой с вот этой актрисой, о которой вообще мало кто знает. Поэтому к вопросу, можно ли это транслировать вообще, брать какой-то чужой образ и применять его на себя. Не просто нож можно. Это постоянно все делают. Вот прям постоянно. Это один из моих любимых примеров. Сколько выступает, столько меняет нарядов, образов. Кем он только не был. Делала по нему исследовательскую работу, в ней больше 100 страниц. Все его узнали, наверное, с Жарит Бетто. Смотрите образы, которые он на себя примерил. В первом случае это Карл Лайгерфильм. Считывается ли образ? Очевидно. Это цитаты. Отличается ли сам Джаральд в этом образе? Безусловно. Это абсолютно не одно и то же. Это органично вписанный этот уже готовый образ в его стиль. В втором случае Кобейн. Я думаю, что многие замечали какую-то параллель, потому что в исполнении его тоже было похоже, что он какие-то отсылки делает. Идентичный ли образ? Он не идентичный. Здесь свои фишки, свои детали. Ну и последний образ. Тут даже Джаральд никогда это не отрицает. Он наоборот это все всячески подчеркивает. Насколько вообще взята практически прямая копипаста. Узнаваема до невозможности просто всеми и везде. Но в тот момент, когда он со сцены выполняет свое вот это вот Do you believe you can walk on water? Это настолько вписывается в его вот этот образ жизни, в его антураж, в его исполнение. Что этот переработанный и уже в лично его исполнении образ смотрится органично и классно. Как можете это использовать? То есть нельзя ни в коем случае полностью это все копировать. Нужно понять, вписывается ли вот этот антураж известного человека в вашу историю. Совпадают ли его какие-то взгляды, его идеи. Вот у Курта Кобейна, например, изначально были идеи, которые наложились на творчество Джареда Лето. Когда привела про walk on water, это тоже вот такие вот песнопения, ближе, наверное, к религиозным. Когда он там практически управляет всей толпой на стадионе. Так вот, это как раз тот пример. То есть если вы чувствуете в себе вот такую энергетику, если вы это видите, если вы понимаете, что вы можете с этим работать, то почему нет? Но, 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 как нельзя? Как не надо? Так, не надо копипастить. Смотрите, почему сюда поставила этот слайд? Вообще, кто-нибудь видел такие фильмы с ним, с Мармон Пронтон? Ну, чего необычного? Обычный молодой человек, футболка, джинсы. Все так ходят. Очевидно, да? Вообще ничего необычного. Почему здесь этот слайд? Потому что в тот момент, когда снимался этот фильм, это 50-е годы прошлого века, так вообще никто не ходил. Изначально, вот эта вот футболочка, это нижнее белье. Это был такой шокирующий и дерзкий образ, что просто все в шоке были. Все очень сильно удивились, что вообще так можно. Сейчас вообще кого попробую удивить таким нарядом? Сейчас вообще все так ходят. Отсюда вот вывод, да, по поводу копипасты. Откуда они вообще берутся? Вот откуда они берутся. То есть известная личность говорит, смотрите, я так могу. Сначала самые смелые пробуют на себе, а потом практически все так ходят, когда это уже зашло в массы, и никого не удивляют. То есть узнаваемые образы, их вообще можно долго перечислять, и для того, чтобы у нас гендерное разнообразие было. Девочка. Это Марлин Дитрих. Тут тоже вроде ничего такого. Кстати, тоже курит. У меня, когда я слайды пролистывала, муж спросил, почему она тоже курит? Я говорю, ну такая просто параллель провелась, так захотелось, чтобы они вместе в кадре хорошо смотрелись. Я же все-таки стилист. Они должны как-то сочетаться. Это вообще 30-е годы. 30-е годы прошлого века. И тогда женщина в костюме, в смокинге, это было просто что-то невероятное. То есть это казалось настолько революционно и невозможно, что она привлекала таким образом внимание к себе. Это потом уже там, после 50-х годов, Сан-Лоран входит в моду смокинга, и женщины активно, уже смело начинают это носить, и вроде как это все окей. Но тогда это казалось просто невероятным. Сейчас кто ходит в смокингах или вообще в мужских костюмах? Сейчас у каждой второй девочки есть костюм, и она даже не задумывается, а почему нет? Это к вопросу о том, что такое копипасты, и вообще откуда они берутся. Какие есть узнаваемые примеры. То есть тогда это была известная персона, которая на себя что-то примеряет, а потом начинают копировать, ну вот чуть ли не каждый второй. Сначала самые смелые, потом больше, больше, больше. И вот мы уже видим толпы подростков, одетых, когда мы гласались. А это очень известная личность, надеюсь, вы ее все узнали. Это тоже святый имидж, то есть предыдущая фотография – это Мадлен Битых, а это ее, назовем так, копия уже в российском варианте, насколько ей идет этот имидж. Вот вы даже не представляете себе, когда ее там везде рассматривают, считают, что это эталонный вообще пример того, как выглядит стильный человек, как она говорит, как она себя ведет, как она вообще органично в том, что она делает, как органично это сочетается с ее родом деятельности, то есть как с ее профессией и с ее образом жизни, где она там, принесите мне шампанское, иначе я сейчас вообще отсюда уйду. То есть взято ли это у кого-то раньше? Взято. Обыграно ли это с ее персональными какими-то стилевыми решениями? Да. Органично ли она в этом смотрится? Да. То есть я надеюсь, мысль вы уловили. То есть почему я столько времени на это потратила? Это очень важная тема. Это действительно крутой вопрос. Вот Дмитрий. Дмитрий? Красавчик. Просто молодец. Это офигенный вопрос. И на самом деле, вот используйте такие вещи, если вы знаете, на кого бы вы хотели ориентироваться, не надо полностью копипастить, просто попробуйте какой-то образ под себя адаптировать, уже готовый. И все вот эти бенефиты, которые этот человек уже на себя наработал, они перейдут к вам, если вы сможете это сделать. Так, а по поводу не окей, вот. По поводу того, как не окей. Это когда теряется личность. То есть когда вы полностью копируете и становитесь абсолютно таким же, как все остальные. Когда это прям совсем в массы пошло, и вас ни от кого не отличить. Этот мем, я думаю, многие видели и знают, что это реально смешно выглядит, потому что если вот ты открываешь Инстаграм, еще такой есть мем, когда ты возвращаешься из сборной кафе, ты не уверен, что к своей ли ты девушке вообще сел за столик. И там куча вот этих фотографий. Это вот как раз тот самый случай, когда, пожалуйста, не надо так. То есть если вы хотите, конечно, можно, но эффект вы получите вот такой. То есть нет стилевого направления, нет имиджа. Я не думаю, что вы к этой цели стремитесь, потому что все-таки персональный стиль – это про вас. То есть вас должно быть видно, а не вот это вот одинаковое всего и ничем не отличается. Все-таки нужно проявлять себя, нужно показывать миру ваше красивое, то, о чем я говорила, что тоже у вас красивого. Слушай, а вот у меня такой вопрос возник. Ты к предыдущему слову говорила, что можно это использовать. И кажется, что это такой хороший, может быть, старт для того, когда сложно, может быть, подобрать свой стиль пока и просто попробовать посмотреть на кого ты, может быть, похож по личности, из кого ты знаменитый и попробовать взять от них, чтобы не тратить кучу усилий на, собственно, разглядывание каждой вещи, которая у тебя есть, и понимание, какой там у нее вектор. Насколько это валидно? Или это все свалится вот как раз вот в то, что ты сейчас показываешь? Вещи все-таки придется рассматривать, потому что они у вас уже есть. Вы же в чем-то ходите? Вы же не собираетесь весь шкаф сейчас убрать, открыть перед собой картинку принцессы Уэльской, сказать, боже, это же я. Кстати, принцесса Уэльская, к слову, ее миджмейкеры активно используют, Кейт Миддлтон, они используют наработки, которые были у стилистов, у принцессы Дианы. И прям даже акцент на этом делают. Смотрите, мы же вроде как транслируем наследие. И очень много сравнений, очень много подборок о том, что вот это вот в таком ключе используется. И не то, что там кто-то порицает, а все наоборот говорят, вау, как это круто, как они обыграли и привнесли в этот стиль новое. И жена принца выглядит так же, как мама, но современно. А так как принцессу Диану все обожали, то вот это именно так и работает. И то есть наследие и передача вот этого поколения, поколения и так далее. По поводу того, что взять какую-то персональную личность и ее попробовать как-то вот с ней, с ее имиджем поиграть. Да, это и можно сделать, но обязательно учтите род занятия этого человека. То есть если вы берете супермодель и хотите это скопировать, вам крайне сложно будет как-то внедрить это, если вы, например, арт-директор в офисе. Или вы, например, фрилансер, вам хотелось бы как-то адаптировать стиль, не знаю, той же, например, Ким Кардашьян для себя, если бы вы ее выбрали, то вот эти вот вытягивания волос, наклеивания ресниц, вот это вот все, насколько это будет адаптироваться к вашему образу жизни. Вот из вашего образа жизни исходите. Потому что сейчас такое, например, направление, как олд-мани, это очень-очень крутое сейчас трендовое направление. То есть есть куча разных направлений, которые в тренде, и вот одно из них олд-мани. И все вот смотрят на эти красивые картинки, то, что туда ломанули для того, чтобы это попробовать на себя адаптировать. Как же это классно, вот такая вот элитарная какая-то группа, которая транслирует вот этот шик, стиль. Ну, ребят, всегда надо делать упор на то, чем ты занимаешься. То есть когда шик, стиль, и ты на летней веранде с друзьями шампанское пьешь, это абсолютно классно, это вместе все сочетается. Вот как я показывала про рози. Но если вы как в Машинган Келли, но хотите применить олд-мани, то, скорее всего, ничего не получится. Поэтому все с умом. Все по чуть-чуть, самое главное, не без резких движений. Наверное, вы не такую лекцию, простите, от меня ожидали. Я поэтому и говорила, что сейчас все будут в шоке. О чем там речь-то будет идти? Так, по поводу цвета еще вам хотела рассказать. Так, смотрите. С цветом как быть. Расскажу вам лайфхак по поводу цвета. Здесь еще заодно вам покажу свою работу, потому что она именно на этом принципе стилевом и строится. Это моя съемка. Здесь я уже и арт-директор, и продюсер. Поэтому мне за авторские права не страшно, что меня там кто-то привлекут. Потому что, во-первых, я точно знаю, что это на этом принципе основано. А во-вторых, вам покажу, чтобы вас пошокировать немножко, как вообще выглядит работа стилистов. Здесь я применила принцип, который я называю. Для того, чтобы сочетать цвета и точно знать, что они будут гармоничны, наблюдайте за миром вокруг. Наблюдайте, что происходит вокруг вас. Наблюдайте вот эту красоту сочетания всего в природе. Это самый простой способ. Глазам очень приятно смотреть на то, что им привычно. И когда мы видим, например, там желтеющую листву, ее сочетание, когда мы видим траву и цветы, когда мы видим какое-то красивое рассветное небо, для нас это настолько привычно, что все остальные люди, когда увидят эти цветовые сочетания, они сразу поймут, что им это нравится, что это красиво, потому что они уже привыкли это видеть глазами. У нас это заложено настолько фундаментально, что люди даже задумываться не будут, почему им это нравится. Они просто будут понимать, что это так работает. Это такой вот базовый лайфхак сочетания цвета. Как пользоваться разными цветовыми сочетаниями и как не бояться, главное, этого делать. И смотреть, смотреть, смотреть и смотреть. Когда вы на что-то красивое смотрите, вы это просто фиксируете и дальше пошли. И сможете это использовать в жизни. Так, смотрите. Вот здесь такое странное сочетание, казалось бы, да, такой темно-синий, такой насыщенный, прямо яркий такой цвет, но при этом вдымки в такой. И плотный розовый. Вот где вообще такое можно увидеть? Вот, вот где. Вот где мы это постоянно видим. И поэтому нашему глазу это сочетание не кажется таким вырви глаз, странным, таким непонятным. Кстати, вот эта съемка, она, не удивляйтесь, здесь она называется Snow Queen, потому что тут девушка как бы на склоне. Поэтому она вот в платьях. И мы все были со сноубордами, то есть и фотограф, и стилист, и модель, бедняжка в платье на сноубордах, и даже помощник, ассистент стилиста, они все, все мы были на сноубордах. И это было то еще шоу. Девчонки мои просто молодцы. Так, следующий слайд смотрим. Вот здесь вот, смотрите. Такое странное сочетание. Даже вот фотограф сказал, что-то вообще непривычно, откуда ты это откопала. Какое-то странное сочетание. Казалось бы, да, вот такие цвета, где мы можем такое увидеть? Вот где? Это на самом деле очень простое сочетание. И оно совершенно не режет глаз, когда мы это на картинке видим. Вот здесь вот. Вообще, казалось бы, да? Хотя на самом деле вы его видели много раз. Вы точно знаете это сочетание. Вот оно. А вот здесь вот вообще, на первый взгляд, вы спросите, Женя, тут вообще какой-то такой что-то странное, да? Оранжевое что-то такое с пятнами, там вообще непонятно, что серебристый. Где ты такое можешь увидеть? Ну и последний, я думаю, слайд. Последний. Здесь посмотрим на вот этот лук, который в центре. Ну, помимо того, что девчонка классно катается, молодец. Здесь тоже такой, на первый взгляд даже не считывается, что это вообще за сочетание. Откуда мы его можем взять? Вот. Я надеюсь, вы поняли принцип, как это работает. То есть все, что нас окружает, оно все создает уже цветовые сочетания. И очень просто этим пользоваться. Тут вообще даже не надо какие-то усилия прикладывать. Тут сразу тебе и количество оттенков, и их соотношения, и их вот эта вот интенсивность и так далее, и так далее. То есть ты смотришь на какой-нибудь желтеющий лист с переходом цвета, и сразу в нем все понятно будет. Так, ну это финальная часть съемки, для того, чтобы креди показать, чтобы моя команда не обижалась, что я без них там что-то делаю. Это честь и хвала моей команде. Они молодцы. Прям аплодируют девочке, вы просто героини на морозе целый день. Ну, помимо того, чтобы вам как-то показать, как это развлечь, как вообще выглядит работа фэшн-стайлинга, это не носят в обычной жизни. Это фэшн-стайлинг отличается от персонального стайлинга тем, что это должно как-то привлечь внимание своей нелогичностью и какой-то сложностью. Вот это как раз тот самый случай. То есть когда вы видите какие-то модные показы, и говорите, боже мой, Женя, куда это вообще можно носить? Вот модные показы или какие-то лук-буки, это фэшн-стайлинг. И фэшн-стайлинг – это для того, чтобы привлечь ваше внимание и как-то обыграть вот этот вот образ, а не для того, чтобы вы это надели и прямо в этом пошли. Конечно, звезды на какие-то мероприятия не могут полный образ скопировать, но это не жизнеспособно для того, чтобы мы это в жизни носили. Поэтому, когда вы смотрите какие-то подборки из серии «Мода сошла с ума» и там показывают какие-то совершенно невероятные вещи, то это для того… Это маркетинговый ход, это не для продажи, не для потребления. При этом, например, вот цвета, которые выбираются при этом, они могут уже пойти и в персональный стиль, то есть, допустим, это необычное сочетание цветов, которое найдено стилистам, ты потом можешь, там, я куплю, условно говоря, розовую футболку и зеленые джинсы, и они будут уже выглядеть неплохо. Или это используется так, или это все-таки вот совсем… Да-да-да, конечно. Конечно, то, что вы видите на показах, пропорциях, можно использовать точно так же. Просто нужно понимать, когда вы смотрите показы, какие показы трендовые, какие нет. Это довольно сложно. Это вот вам честно скажу. Потому что даже, когда постоянно это смотришь, это все меняется. Это нужно отслеживать, этим нужно заниматься. Это обычно… У людей нет на это столько времени, чтобы понимать, что трендовое, а что нет. Но для того, чтобы понимать, что красивое, а что нет, вот простой лайфхак с природой. То, что показывают дизайнеры, это иногда не окей. Иногда прям совсем не окей. То есть это тоже там разные обзоры, потом рассказывают о том, что можно это использовать или нет, что будет ли это успех у коллекции или нет, и так далее. И узнаваемые там вот эти сочетания или нет. Хотите ли вы вот это впечатление? А вот цвета с природой – это безопасный, простой вариант. Как раз то, что изначально задавали вопрос, а как, чтобы не заморачиваться? То есть с фэшн-показами придется заморачиваться. А там очень много вопросов было таких, по поводу не заморачиваться. Слушай, а немножко я в топ. Здесь классная съемка, мне очень понравились образы. Как вообще ты, как стилист, вот подходишь к созданию такого? Для того, чтобы как стилист и как арт-директор… Арт-директор – это тот, кто придумывает концепцию и разрабатывает вообще, как это все будет выглядеть, прописывает мутборд, прописывает характеристики того, что будет в кадре, прописывает настроение, показывает, какой должен быть свет в кадре, какая должна быть обработка и так далее. Как это все происходит? Это происходит путем очень длительных исследований. То есть стилист – это тот, кто целыми днями изучает, просто вот только этим и занимается. Изучает какие-то интересные новые идеи, изучает концепции, изучает трендовые какие-то события, изучает какие-то веяния в фэшн-индустрии, изучает фильмы, которые сейчас актуальны, изучает цветовые сочетания необычные, изучает стилистический прием. И, короче, можно до конца жизни продолжать. Изучает, изучает, изучает. Вот только этим и занимается. Поэтому, кстати, давайте перейдем отсюда по поводу персонального стилиста. Вопрос был. Как раз плавно можно перейти, почему многие люди нанимают стилистов для того, чтобы им оказали консультацию, потому что у них просто нет времени. Там был какой-то один из вопросов. Кто его задавал? Я думаю, что тот, кто задавал, тот тебя узнал. Там еще было очень много плюсиков на эту тему, что как вообще нанять стилиста. Но, во-первых, вам нужен вполне конкретный стилист. То есть, смотрите, от вашей задачи зависит, что вы хотите. Вы хотите ваш гардероб организовать, вы хотите имидж свой создать, вы хотите под какое-то мероприятие, свадьбу, или вы хотите вашу съемку. То есть, это все вообще разные стилисты. То есть, вам нужно определиться с тем, какой у вас будет стилист. Вот я, например, стилист с упором в имиджмейкинг, поэтому я вот сейчас про персональные стилисты расскажу. Они побежали в магазин, ребята, я вам сейчас такое покажу. Вот. То есть, у меня специализация имиджмейкинг. Еще пашенстайлинг. То есть, впечатления. Если вам нужно сформировать определенные впечатления по задаче, например, for example, я ищу любимого мужчину. И вот у меня задача. Или я хочу на конкретную работу. Я хочу повышение или еще что-то такое. То есть, у вас какая-то задача. Или вы, например, будущий селебрити, и вы говорите, что я хочу создать имидж селебрити, чтобы мне его проработали. Там работа движется не только по одежде. Там вот, как вы видели, да, у Рози и у Машенган Келли. Там анализ полный всего. Вот вообще, вот начиная от того, на какие мероприятия вы ходите, какие слова вы говорите, каким образом вам вообще в машину вашу садиться там и так далее. То есть, там проверяется все. Как вы ходите, как вы разговариваете и так далее. Это имиджмейкинг. Что касается персонального стайлинга, то есть, вы хотите, чтобы с вами в магазин сходили, гардероб забрали. Это персональный стилист. И бывают ли такие консультации онлайн? Да, бывают. И сейчас очень многие, особенно после пандемии, мне кажется, большая часть стилистов перешла на формат и оффлайн, и онлайн. Некоторые вообще в онлайн перешли. То есть, вы можете нанять себе даже из другого конца мира, он вам объяснит, что делать. Есть вот там как раз вопрос был по поводу того, что я не хочу в магазин. Вот. Никто вас в магазин не погонит. Никто вас не заставит вообще в магазин идти, ни у кого нет такой задачи вас принуждать к чему-то. Все должно быть исключительно исходя из ваших интересов и то, что вам нравится. То есть, если вас стилист куда-то тащит и гонит, то вы можете запротестовать и сказать, что нет, нет, я так не буду и вас никуда не потащат. Только если вы сами разрешите. То есть, вы скажете, что отнимай у меня все, что тебе не нравится в шкафу, даю тебе согласие. Вот тогда он вас будет отнимать, а вы со слезами на глазах все у него обратно из рук вырывать и если вам такой процесс нравится, почему нет? Такое тоже бывает. По поводу онлайн, вам каждый стилист, которого вы найдете, расскажет, какая методика работы и не знаю вообще, хочет кто-нибудь послушать, как это вообще происходит, нужно это кому-то или нет, сколько это стоит. Это как с ресторанами, на ваш запрос. Вот реально, если вам нужен какой-то очень звездный стилист, это космический денег стоит, это вообще запредельно. Если вам нужен какой-то просто помощник, то есть, вы согласны, например, чтобы вам какие-то базовые консультации оказали, то вы можете даже написать начинающим, который только обучение проходит. Сейчас кто-то не проходит обучение, сейчас каких-то нет курсов, занятий и так далее. И это не значит, что этот стилист плохой. Возможно, он вообще всю жизнь этим занимается, просто профессионально решил сейчас это вот подкрепить какой-то корочкой. То есть, возможно, у него большой опыт и знание, или у него, например, какой-то талант. Начинающие вообще настолько хорошо работают иногда, что их недооценивают. Мы, когда в Британке, в нашей британской высшившей школе дизайна, тренировались на тех людях, которые были согласны быть подопытными, мы старались так, как будто это вообще последний клинет в нашей жизни. А когда мы тренировались с другими руками, мы еще больше, казалось бы, куда больше, мы еще больше старались, потому что мы понимали, что перед коллегами вообще страшно, если ты что-то ошибешься, сделаешь не так. и они еще это все в соцсети транслируют, и поэтому нужно было быть очень-очень старательным, чтобы показать весь свой потенциал. То есть, если человек учится где-то, вы можете ему предложить и сказать, что классно было бы вместе вот такую коллаборацию сделать, ты на мне потренируешься, я тебе разрешу мои фотографии или отзыв запостить, и мы все по рукам, и иногда это даже бесплатно можно сделать. Все на ваш запрос и на ваше желание этим заниматься. И не бойтесь этого делать, потому что, как я уже сказала, стилисты, они исследуют, исследуют и исследуют. К сожалению, нет возможности у всех людей этим заниматься. То есть, такое количество информации по трендам, по вот этим всем актуальным позициям, по тому, что надо, что не надо, как это вообще сейчас выглядит, по обновленным каким-то стилистическим приемом или техникам. То есть, техники тоже постоянно меняются. То есть, такое количество информации, которое в этой сфере происходит, то есть, например, даже цветотипирование, казалось бы, что там вообще можно нового придумать, эволюционирует. То есть, когда я его изучала еще лет 7 назад, это было вот это лето, весна, осень, зима. Сейчас это уже дирекционный метод, а это вообще другая тема, это совсем другой подход. Казалось бы, что там можно нового придумать, а все эволюционирует. То есть, психологические подходы, цветотипирование, стилистические подходы, опять же, возможности сочетать какие-то новые направления и тренды. Это, если вам важно, то их надо столько времени для того, чтобы это все отслеживать и изучать, что у обычного человека просто столько нет. Если вам это важно, то стилист вам это поможет и расскажет. И самое главное, поможет с определением вот того, что со стороны можно увидеть. То есть, некоторые вещи, вы, допустим, говорите человеку, что в тебе красивого. И он начинает, слушай, рядом история девушки. Мне ничего не нравится, я такая никакая, я вообще серая мышь, и вообще мне бы куда-нибудь спрятаться в дальний угол, ты смотришь на невероятную красавицу и просто не веришь тому, что она это говорит. К счастью, с мальчиками такое бывает реже. Мальчики все красивые, они уверены, что они красивые, и это хорошо. Так и делайте, дальше так продолжайте делать. Так, там был вопрос про сегментацию рынка. Теперь вы, наверное, понимаете, почему про сегментацию рынка немножко попадает. Из нашего спича, ну, давайте про сегментацию рынка расскажу. Классификация брендов и вообще взаимосвязь с новой политикой. Можете побольше сделать картинку, пожалуйста. Вон там нового ничего не увидите, она скучная. Настолько, мне кажется, не информативная тема, потому что обычно люди в своей жизни такие вещи не применяют. Классификация брендов по вот этим вот позициям, она настолько вот отдаленная от реального мира, то есть это для профессионалов требуется, для покупателей, обычных вот потребителей, это не настолько важно. Почему сейчас это не важно? Потому что сейчас нет потребителя в одном сегменте. Сейчас не актуально использовать марки только одного сегмента. Раньше это казалось нормальным, даже только это, в принципе, и происходило. То есть, если кто-то надевал люкс, он только им, люксом с ног до головы в нем ходит, ничего другого не носит. Сейчас это уже не ход, сейчас перемешивают все и вся, сейчас и винтаж, и какое-то перешитое, и еще сюда сумочку какого-нибудь люксового бренда, и какие-нибудь самодельные, например, джинсы, и это все окей. Поэтому сейчас не актуально вот это именно для потребителя. По поводу качества брендов, давайте про сегменты, наверное, сначала расскажу. Есть самая верхняя планка, это хайд кутюр, или еще альтер-мода. Если вам какой-то бренд говорит, что это кутюрный бренд, то это относится к исключительно индивидуальному пошиву на заказ от тех брендов, которые относятся к этой категории. То есть не бывает кутюрных брендов, которые не принадлежат вот этой когорте брендов. Это парижский такой узкий кружок, и только они этим занимаются, больше никто. в России айд кутюр и если вам какой-то говорит, у нас кутюрное платье, то вот знайте, что кутюрное платье, это вот об этом речь идет. Скорее всего, вряд ли кто-то вообще задумывался, нужно ему это или не нужно. В Италии есть аналог альтер-мода, тоже индивидуальный пошив на заказ в ручной обязательно работе в единственном экземпляре под каждого клиента. И дальше про это портеде люкс, это вот то, что называют тяжелый люкс. Тяжелый люкс это как раз скорее всего более такой уже логичный для потребителя сегмент, и тяжелый люкс это, как правило, не только высокие цены на маркетинг, на рекламу и так далее, то есть эти бренды, они привлекают селебрити, они используют крупные рекламные компании, они просто миллиардный шоу делают на неделе моды, и это все необходимо, конечно, заложить в сам бренд, помимо того, что у них в самых дорогих точках мира огромные бутики, которые постоянно обновляются для того, чтобы красивый антураж создавать, одни только витрины этих брендов стоят колоссальных денег, у них суперпрофессиональные разработчики вот этих вот витрин, там и так далее, интерьеров, иногда приглашают каких-то известных дизайнеров, известных художников и так далее, и естественно, куда же это все девается, им же надо как-то это все содержать и оплачивать, конечно, это все закладывается в цену марки, то есть, почему такая огромная цена, вопрос был, зачем они вот так вот задирают цены, не для того, чтобы вы боялись зайти в их магазин, им просто нужно за все это платить, им нужно платить этим всем селебрити, отличается ли качество, конечно, отличается, они закупают очень качественное сырье, они первые его закупают, то есть, остальным даже может что-то не достаться, то есть, качественного сырья в мире не такое большое количество и, как правило, оно достается им, и если вы посмотрите по фурнитуре, то в этом случае вы сразу поймете, что это именно этот бренд, то есть, это люксовый бренд, он отличается фурнитурой, их качество действительно отличается от остальных, от обычного протопорте и от остальных брендов, и чем еще, вот, чем примечательен этот сегмент, что в случае, если что-то произойдет с вашей вещью, они гарантируют ее либо починку, либо замену, и у них очень большие иногда сроки на эту замену, вы просто приносите свои кроссовки и говорите, что-то пошло не так, они говорят, пожалуйста, только не расстраивайтесь, ради бога, не переживайте, у них еще там такая служба поддержки, которая вас будет умолять, чтобы вы не переживали, кофе, шампанское принесут, скажут, что пожалуйста, сейчас все заменим, для тех, кто боялся заходить в эти магазины, вы можете не бояться, они боятся вас даже больше, чем вы их, это правда, потому что консультанты, они там такого насмотрелись и натерпелись, то есть там некоторые и так дверь ногой открывают, что консультанты бедные всем улыбаются, кивают, я такой тоже иногда видела, то есть мне иногда жалко было этих ребят несчастных, которые обязаны изо всех сил держать лицо и отвечать очень мило, дружелюбно и говорить, что они вас любят и приходите к нам еще, не бойтесь никогда туда заходить, даже если вы ничего не покупаете, просто зайдите, насладитесь, спросите что-нибудь и вы поймете, что это не страшно, даже если вы ничего не собираетесь покупать и вам просто хотелось бы там побывать, заходите, не бойтесь, вообще вот, я разрешаю, на меня сошли, действительно что-то, не страшно это совершенно, вам там понравится, просто погулять, посмотреть на красивые вещи, почему нет, нужно же как-то это, себя радовать, даже просто смотреть, смотреть бесплатно и если вы зайдете в дорогой бренд и пройдетесь, как некоторые же ходят, да, как на выставке, а почему нет, там такие иногда роскошные бывают лимитированные вещи, что можно зайти как на выставку. Так, со слайдами, наверное, все. Сейчас выключу. Не помню, как выключается. Ой, я не то, тебе выключу, извини, я тебе выключу видео твое. Так, Боже, у нас столько времени уже прошло. Ребята, если вы все еще здесь, вы мои герои. А ты, кто будет смотреть на их два, потом в записи, вы мои герои в двойне, потому что у меня очень быстрая речь, я не знаю, как люди это делают и хотелось бы, конечно, верить, что у вас не выжжет мозг от этого всего. Так, еще был вопрос по поводу материалов. Вообще, знаете, у нас на курсе целый курс материаловедения, он идет целый год. Как это все вместить в один маленький ответ? постараюсь, как могу. У нас, когда на нашем курсе был юрист, и он попытался за одну лекцию два часа рассказать про создание юрлиц, особенностей корпоративного права, ведения, налогообложения, и как вообще, чем отличаются там самозанятые от ИП и юрлиц, мне было его жаль, просто ужасно, потому что первое образование у меня юридическое. Я смотрела на него и думала, ты делаешь невозможное просто, ты рассказываешь абсолютно другому, получается, контингенту людей, которые не в теме от слова совсем, что-то за два часа. То, что надо рассказывать, то, что люди изучают два года. Так, вам материалы видения отсланились от темы, простите. Изо всех сил пытаюсь коротко понять, как ответить на этот вопрос. Наверное, расскажу по вот этому заблуждению по поводу того, что можно ли синтетические материалы. Синтетические материалы с синтетическим материалом рознь. Есть прямо откровенная пластмасса, которая для здоровья не очень хорошо, но мы все знаем, что, допустим, спортивные бренды, они такие вообще вложения делают в разработку новых материалов, которые называются нить, ее по-научному называют как коктейль. Туда замешивают такие составы, которые способствуют совершенно невероятным каким-то способностям у ткани. То есть, например, при нагреве она может сохранять тепло, или наоборот не отдавать, или отдавать, или отталкивать воду, и так далее. И при этом она не препятствует какому-то фотоотделению и так далее. То есть, там такие вещи иногда замешивают, что просто ты его даешь, до какого уровня сейчас дошла индустрия разработки вот этих новых технологий. То есть, если это что-то синтетическое, это не равно плохое. Опять же, если там, допустим, вопрос был по поводу шерсти, если пальто в шерсть, там и так далее, как с этим быть? Нужна ли вообще шерсть там в изделии, или не нужна? Шерсть тоже вся разная бывает. То есть, тут еще надо смотреть, какое качество этой шерсти. Если там написано 100%, это еще не значит, что это классная вещь. Тут надо быть очень внимательным и так далее, и так далее. И то же самое с хлопком. Казалось бы, хлопок, что там вообще может быть такого невероятного, но он тоже весь отличается по качеству. То есть, допустим, футболка какого-то премиального бренда, или люксового, на который вы смотрите и говорите, за что здесь 20 тысяч? Но иногда качество материала, который там используется, оно создает совершенно другие качества вещи. И, как ни странно, эта футболка, она и по посадке, и по своему составу, она будет сильно отличаться от того, что вы можете купить там за сильно-сильно более скромные деньги. Но это все равно футболка. Не забывайте. То есть, хлопок, он и в Африке хлопок, если вы прольете на него что-нибудь страшное, не от него водимое, то все. Даже за 20 тысяч вас ничего не спасет. И вот эта ситуация, что вам вернут деньги или поменяют, она не работает, если вы сами выробили. Поэтому по материалам, ребят, по материалам нет кого-то чек-листа. Это прям вот надо реально садиться и смотреть, что это за вещь, где производилась. Открывайте, внимательно смотрите, что написано. там в чате просят уточнить, что за курс и где его найти. Курс? Кто-то хочет на учение? Британку? Наверное. Британку кто-то хочет? Ребята, если кто-то хочет на стилиста, моя альма-матер британка, это одно из самых лучших. Я не могу назвать лучше, потому что это там как-то не совсем корректно по коллегам будет говориться, но для меня лично я считаю лучше, потому что там на самом деле настолько круто преподают, там год обучения проходит, то есть сейчас очень много разных курсов, которые там два месяца, полгода там и так далее. У нас проходило год и еще защита диплома там такая грандиозная была. Преподаватели со всего мира, которые работают с топовыми специалистами в этой сфере, которые уже настолько насмотрелись и такие вещи могут рассказать, что когда ты оттуда выходишь, ты ощущаешь, что ты просто повидал какой-то, как будто ты прошел через какое-то знамение, что на тебя столько всего разных инсайтов в этот момент, потому что ты слушаешь этих людей, ты понимаешь, что они супер профи в своем деле, они каждый там ведут еще по своему огромному курсу и при этом ты как бы прикасаешься к прекрасному, то есть тебе человек рассказывает, что когда я работал с этим фотографом или с этой моделью и ты такой боже мой, это просто непероятно. Так вот, британка, она уже в этом году набрала поток и теперь только через год будет. Там у них называется курс стайлинг и имиджмейкинг, то есть у них и фэшн стайлинг, и имиджмейкинг в одном курсе. Очень сложный, тяжело, ребят, реально тяжело. не каждый выдержит. Часть очень взвыла на этом курсе. Очень много заданий, очень тяжело учиться, но интересно. Кстати, тут еще спрашивали чуть раньше, в чем же отличие от имидж стилиста и персонального стилиста? Персональный стилист помогает вам с гардеробом. Имидж стилист помогает вам с гардеробом достичь ваших задач и целей. Помогает вам их определить. Помогает достичь правильного впечатления. Имидж стилист это чуть-чуть другая сфера, потому что не всем нужно имидж стилист. То есть если вам нужны какие-то базовые навыки знания, это одна тема. Если вам нужно достичь каких-то целей, если вы, например, в крупной компании работаете, говорите, я хочу, чтобы я пришел на совещание и все прям сразу слушали только меня, чтобы я пришел в какой-то ресторан и все девушки просто упали от восторга. Вот это вот имидж стилист. Ну и опять же, если вы селебрите, если вы певец, актер и так далее, и вам нужно разработать какой-то ваш персональный узнаваемый стиль. Кто этим занимается? Не сам актер, он занимается профессионал. Вот отличие. Fashion стилист, я думаю, все поняли. Как по картинкам помоем. Это вот сумасшедший человек, который вот такими вот вещами занимается. Вот это fashion стилист. Это вообще вот отдельная тема, это из другой оперы. Так, давайте про шоппинг пару слов скажу, а то там столько вопросов про шоппинг было. Так, на шоппинг, ребята, на шоппинг всегда ходим сытыми, довольными, счастливыми и в хорошем настроении. Иначе ничего не получится. Обязательно это делайте. Это прям правило, которое нужно выполнять всегда. Если вы зашли в плохом настроении, голодный, несчастный, расстроенный, вы либо вообще ничего не купите, потеряете время, либо купите какую-нибудь ерунду, после этого носить ее не будете. Потом всегда ходите с хотя бы примерным списком, что вам надо купить, чтобы у вас не разбегались мысли, и вы потом купили кучу ерунды, которая вам не нужна. Потом не забывайте про то, что сейчас нет такой темы, как мужская или женская мода. Вы можете ходить как в мужские, так и в женские отделы, вас вообще там никто за это не выгонит оттуда, вы спокойно совершенно можете взять какую-то мужскую или женскую вещь. Есть такие бренды, которые не привязаны вообще к гендеру, такие гендерные. Зайдете, померите, и никто даже не поймет это вообще на мальчиков или на девочек. Но если вы хотите померить, допустим, классный какой-то пиджак, зашли в мужской отдел, вас тут не выгонит. И про мальчиков то же самое. Если вы нашли крутой свитер или худи в женском отделе, вас никто тут не выгонит. Помните всегда об этом. И помните, что у вас, если есть бойфренд или девушка, то вы всегда можете посмотреть на них гардероб и что-то попробовать оттуда внедрить. Не забывайте про это. Так, по поводу вещей, почему они на вас не сидят по поводу шоппинга? Вопрос был. Нам много таких вопросов было, я помню, что задавали, задавали, задавали. Так, почему они на вас не садятся? Ребята, я сейчас скажу страшную вещь. Готовьтесь вообще там устраивать бунт в комментах, кидать меня чем-то тяжелым. Ребята, нас всех обманывают. Магазины готовой одежды на самом деле не магазины готовой одежды. Это магазины полуфабрикатной одежды, потому что они шьются в средненном, предположительном, приблизительном варианте ни на кого. То есть для всех это значит ни на кого. И если вы переживаете, что у вас что-то нестандартное, вы не переживайте, мы все нестандартные. Просто кому-то повезло, и кто-то случайно совпал с вещью, и она на него села. Более того, я вам так скажу, то, что он думает, что она на него села, это еще не означает, что она правда на него села. Потому что хорошо вещь сидит или нет, она смотрит со стороны. Мы иногда себя не видим, мы вообще не догадываемся о том, как мы выглядим сбоку, сзади и так далее. Это вам должен человек какой-то сказать, села она на вас или нет. То есть вы предположить только можете, что села в лес, отлично, все, моя. То есть как это не грустно звучит, но вот эти вот все попытки заказать что-то в интернете или даже просто ходить мерить килограммами одежды, чтобы села идеально, есть только один вариант. Вы покупаете вещь, которая наиболее подходящая к тому, что вам надо, и дальше ее дорабатываете. И именно по этой причине существует огромное количество ателье, которые шьют мужские костюмы, потому что вот это подобрать, это еще умудриться надо. То есть мужской костюм, он должен производить впечатление элегантности, а его невозможно производить, если вечно вас не сидит. И по этой же причине как раз их шьют на заказ. Не потому что мужикам просто хочется там время проводить, целыми днями тратить на примерки, вот это вот все. К сожалению, по-другому никак. Нет другого способа, только такой. По поводу того, что села, не села там и так далее. Есть категории вещей, которые в принципе не надо прям сильно сажать, то есть это прям облегчает. То есть вот эти все оверсайзные истории, они вот оттуда как раз пошли. То есть люди такие, на 10 размеров больше, но вроде как и всем все равно, и я классно выгляжу. Это вот оттуда пошло, что все такие, хватит уже над нами издеваться, ничего не сидит. На самом деле магазины готовой одежды, они только в конце прошлого века появились. А все уже привыкли и хотят, чтобы они классно на всех шили. Но так не работает. Нет. По поводу пальто. Девушке был вопрос, прям больно даже слышать было, что 6 лет еще пальто не ищи. Если ты что-то ищешь больше двух лет, условно двух лет, то тут два варианта. Если ты это, правда, так долго ищешь, в первом случае, возможно, ты не знаешь, что ты ищешь, и надо определиться с этим. То есть критерий какой-то размытый. И второе, либо критерий слишком много. Проще заказать. И это на самом деле не так сложно, как вам кажется. То есть если вы можете описать, хотя бы на словах, то мастер вас поймет, что вы хотите. Или референс приложить, картинку и сказать, что я хочу вот так. В таком случае у вас будет реально готовая, сидящая на вас идеальная, великолепная вещь только в одном экземпляре. И они и так дорого стоят, кстати. И вы не будете ничего искать три года. И это можно сделать почти с любой вещью, начиная от шляпки и заканчивая обувью. Другой вопрос, как бы что, если вы хотите охотиться, вы не сдавайтесь. А хоть это сам процесс очень интересный, я его люблю. Я его просто обожаю. Так, когда идете на шопинг, если вам нужно к чему-то что-то подобрать, вещи, обязательно берите их с собой. То есть очень тяжело в голове это все покручивать. То есть профессионалы могут, да, весь ваш гардероб в голове держать, когда вы идете на шопинг. А вы сами вряд ли сможете. Поэтому, если вам нужно, например, к джинсам, к майке или еще что-то, прямо с собой берете все это. И там это вместе мерить, а не домой. Приносит, что время терять, подходит или не подходит. Потому что вы не будете в полмагазина скупать, а потом обратно это нести. Проще просто взять это с собой. То есть взять туфли, к которым вы будете подбирать юбку или брюки. И вот с этим прям идете. И девушки, обязательно ходите накрашенные и с укладкой, там, прической, что-то такое. Потому что это очень портит внешний вид. Вы будете расстроены на себя в зеркало смотреть, вам будет ничего не нравиться. Если вы пойдете в приподнятное настроение и накрашенные счастливые, то на вас уже сразу одежда будет смотреться по-другому. Почему? Потому что ваш внешний вид это не одежда. Это вот все вместе, как это все смотрится. И если вот все вместе не оформлено, к тому, как вы привыкли, то вам будет непривычно это видеть, вам будет все не нравиться. А возвращаясь к началу моего рассказа, что все вместе должно быть имиджем, а не какая-то там вещь, платье или юбка и так далее. Да, и вот по поводу состава ухода уже сказала, внимательно читайте, очень внимательно читайте, что там написано. Иногда некоторые схватили какое-то платье, юбку там и так далее, счастливые до безумия, что она подошла, села, все подходит, все нравится, а потом выясняется, что ее надо в химчистку носить. Рассчитывайте свои силы, будете вы это делать или нет. Это часто очень ошибка, то есть, ну, некоторые купят, потом она висит в шкафу. Потом хотела про мальчика, который вопрос задал про я покупаю классную вещь, и я ее не могу носить. Это частая история, это еще, при этом он еще старается, пытается это надевать, ему сложно, но он с этим борется и пытается это делать, спрашивает мне, продолжать или забить. Слушай, ты мой герой, потому что так стараться, это еще мудриться надо. Никогда ничего не делайте через силу, это очень страшная история, когда вам приходится что-то из себя делать, то, что вы из себя не представляете. И у девушек такое часто бывает, то есть, купили платье, я выгляжу великолепно, мне все нравится, я вообще просто звезда, повесили в шкаф, бирка висит, никуда не носит, потому что что-то не то. И вот что не то, вот это вот, это как раз и то, о чем я вам говорила, то есть, вам нравится все, но это не внедряется в ваш образ жизни, не соответствует вашим целям и задачам и никак не совпадает с вашими внутренними ощущениями и так далее. Именно поэтому так происходит. То есть, если вы себя в этом не ощущаете, это не ваша вещь. Как бы круто вы в ней не выглядели, как бы вам не классно было в зеркале, нужно, чтобы был вот этот коннект внешнего с внутренним. Это очень важно. Не носилуйте себя, не делайте так. Так, у меня там такой список вопросов, кошмар. простые вот эти вот для ленивых. Помимо того, что я про цвет рассказала, там куча вопросов было, как не заморачиваться. Как же не заморачиваться? Там еще мальчик был, который я на танцы хожу, я не хочу ничего делать, у меня нет возможности, у меня маленький бюджет и так далее, и так далее. Вот эти все вопросы вместе объединила, что не заморачиваться. То есть очень сильно влияние на ваш внешний вид оказывает ваша прическа. Почему-то все вообще про это забывают, хотя я изначально, помните, Маршлин Мондор показывала там по прическе, вот если нарисовали прическу и красные губы, все узнают, что это она. У Чарли Чаплина, помните, там обычно картинку изображения, шляпка и усы изображают, все сразу поняли, что это Чарли Чаплина. Так вот, то, что у вас на лице, это тоже ваш имидж, и вы можете с ним работать. То есть если вы что-то меняете в прическе, в вашем макияже, переделываете бороду, вы добавляете какую-то укладку новую, вы что-то перекрашиваете, там это тоже ваш имидж. Не зацикливайтесь на одежде, не делайте только вот там, я поменял майку, я по-другому выгляжу. Это вот к вопросу о том, как на минималках, что если вы меняете постоянно прически, вы все время выглядите по-разному. Опять же, если у вас там, допустим, серьги, у мальчиков тоже может такое быть, why not, многие мальчики такое любят, какую-то акцентную сережку сделали, все, у вас совершенно другой имидж. Что бы вы там вообще не надели, даже если черную майку и черные брюки, и вы поменяли вот эту сережку, все смотрят только на нее. И вы выглядите совсем по-другому. И точно так же вообще с любой деталью работы. И эта сережка, она на самом деле будет привлекать столько внимания, что все остальное, скорее всего, люди даже не заметят. И помните вообще на самом деле силу аксессуаров. И самый мощный аксессуар это обувь. То есть, если вы строите свой наряд, если вы поменяете обувь, поменяется абсолютно образ. То есть, если это какое-то романтичное платье и туфли на шпильке, это один стиль. Если это романтичное платье и кроссовки, это совсем другое. Если это романтичное платье и грубые ботинки, это третий вариант. Если это романтичное платье и вы босиком бежите и обуви вообще нет, это четвертый вариант. И так можно до бесконечности продолжать. То есть, обувь, она прям радикально меняет стиль. И не экономьте на обуви. Обувь – это очень важный вообще аспект и ваше здоровье и так далее. И она очень сильно влияет на то, как вы выглядите, на то, как вы себя ощущаете. Если вам там что-то неудобно, не нравится, но вы готовы скрипя зубами терпеть и вы будете сами некомфортно себя чувствовать и транслировать это все. Поэтому обувь – это очень-очень важный аспект. Прям реально призываю вас не игнорировать факт обуви. Она акцентирует вообще весь ваш стилевое направление. И, кстати, вот по поводу жить в каком-то стиле, когда вас все это должно окружать, вот все должно быть красивое, все должно вам соответствовать и так далее. В этом случае есть одно исключение. Это исключение, с ним многие не согласны, но я все равно это хочу вам озвучить, потому что я считаю, что это важно. Это исключение связано с вопросом, вот там мальчик по поводу мороза в саду. Когда прочитала вопрос про мороз, что надевать, когда холодно, я прям испугалась, потому что вы даже не представляете себе, какие баталии на этот счет идут в интернете. Как вообще люди, какая-нибудь имидж-стилист или какой-нибудь блогер выкладывает фотографии, посмотрите мою подборочку на осень-зима и начинается сразу с копьями, просто в нее все бегут, летят, потому что все в ужасе. Ты что нам вот эти босоножки с шубой предлагаешь? А как же Красноярск? Ребятам с Красноярска привет, потому что Красноярск фигурирует просто все время. Это уже такое место на карте всех фашионистов, на которые ссылаются и говорят, что вот а как же Красноярск? Девушки из Красноярска, наверное, самые хотят быть модными и красивыми и требуют, чтобы к ним тоже все применялось. И они переживают, что про них забыли. Потому что про другие города почему-то никогда не говорят, а это прям как главный аргумент. Так вот, ребята, правила по поводу внешнего вида и вашего стиля, и всего гармоничного и так далее не работают в том случае, если есть угроза вашему здоровью или, не дай бог, жизни. Вот в этот момент вообще все откинули и забыли. Если на улице такой дикий мороз, что туда небезопасно выходить, а вам надо, тут вообще уже никакой вопрос стиля не идет. Тут вопрос о выживании. Никогда не не жертвуйте своим здоровьем, не ходите на шпильках к гололеду, потому что вам надо впечатление производить здоровье всегда важнее. Многие со мной не согласятся, но я всегда говорю, что вы же, когда в клинике лежите, вы же не просите вам кутюрную какую-то рубашку принести, вы же понимаете, что вы, зачем вы тут лежите. Вы же в этот момент не можете думать о том, насколько вы классно тут выглядите или не классно. Хотя, знаете, про меня моя мама говорила, что Женька, наверное, даже лежа в гробу будет продолжать думать, насколько классно он там выглядит. Так вот, я сама очень много на этом шишек набила. За себя могу сказать, что я поумнела, танцую на этих гроблях, никому не желаю. Девушки, не ходите с голыми ногами в мороз. Мальчики, не парьтесь по поводу того, что как там зимой в дикий холод выглядит стильно. Здоровье важнее всего. Вот. Вот это мой месседж. Я надеюсь, все услышали. Если вопрос о выживании стоит, тут уже не до фэшн. Уже как-то надо думать о том, как дальше быть. Так, и по поводу цели я уже сказала, что не забывайте, что цели, они должны быть у вас всегда в голове. То есть, зачем вы все это делаете, как это все проявляется. То есть, если ваши цели достигаются минимальными какими-то усилиями, то это классно, это прикольно, и вам не нужно какие-то большие шоппинги организовать. Если вы, о чем я сейчас говорю, если вы, сидя в футболке и джинсах, чувствуете, что вам все окей, и зачем-то думаете, а нужно ли что-то переделать в имидже, но у вас все окей, у вас цели все ваши достигаются. Это к вопросу о расходах. Мальчик задавал, что нужно ли мне. тут вопрос о том, что тебе самому-то это нужно, рубашки, костюмы, галстуки и так далее. Если ты считаешь, что у тебя все окей, это джинсы и майки на мероприятии, на которые тебя позвали. Если ты хочешь именно в официальных мероприятиях, и ты хочешь там выглядеть так же, как они, и понимаешь, что тебе это необходимо, значит, не окей. Значит, тебе нужно действительно соблюдать дресс-код. Я хочу прям огромную лекцию про дресс-коды читать. Одним месседжем ограничиться, я думаю. Дресс-коды существуют, как правило, игры. И если вы эти правила понимаете, то вы можете с этим что-то делать. Если вы правила не понимаете, то они работают против вас. А вот если вы их понимаете, то вы тогда сможете играть в эту игру и даже иногда это обходить. Поэтому всегда надо знать, понимать, и только в этом случае вы сможете как-то адекватно это все применять. Но их надо знать. Это не так на самом деле сложно по поводу дресс-кода. Зачем серьезные мужики ходят в костюмах и галстуках дресс-код? Его никто не отменял. К сожалению, в многих сферах это присутствует. Они, может быть, хотели бы так не делать, но есть правила. Я вообще противник дресс-кода была раньше, страшно. Но сейчас я понимаю, что это все правило, которые надо знать. Буквально пару слов по поводу ошибок, которые часто, которые я заявляла как в теме. Самая частая ошибка – это менять стиль, потому что вам кто-то сказал, то есть вам сказал работодатель, девушка, родители, кто угодно. если вы сами не хотите, то ничего не получится, вы должны сами это хотеть. Никогда не идите на поводу у других людей, которые говорят, что с вами что-то не так, если вам самим окей, значит, вам действительно окей. Но если вы пришли к выводу, что вам это нужно, то вам это все общественное мнение не понадобится, вы сами это сделаете. Когда вы решили что-то переделать, вот вы сейчас меня послушали, такие вдохновились, все, я сейчас пойду и вообще прям свой имидж прям апгрейд сделаю. Вот без резких движений. Пожалуйста. Очень плавно, никуда не торопясь, анализируйте, никогда не выбрасывайте весь гардероб, и сейчас я все новое куплю, с этим просто не станете, не сможете ужиться, потому что это нужно вводить, она постепенно, дозировано, потихонечку привыкаете и анализируйте, не делайте резко, это вообще ни у кого это с первого раза вот так вот выкинуть новое купить не проходило. Во-первых, это физически тяжело, во-вторых, вам будет морально прям больно, особенно когда вы еще и не совсем определились, что вам надо. Еще вот такая частая ошибка, как влезть в размер конкретный. И если вы хотите быть каким-то там XS, XXXXXXS, и думайте, что если вы в это влезли, это очень круто, это подтверждает тот факт, что вы классно похудели, то ребята, вот эти все размеры, которые пишут на лейблах, это вообще такая история маркетинговая, сейчас они специально меняют размерные сетки, чтобы потребителям было удобнее понимать, что они классные, что они похудели и так далее, чтобы они радовались, чтобы... То есть не обращайте никогда внимания на какой размер, берите сразу много разных размеров и мерите, иногда одна вещь в пяти размерах вам может подойти и выглядеть на вас классной, вы просто выберите, какая классная, вообще не парьтесь по поводу того, какая цифра, не надо влезать в какой-то конкретный размер, почему-то люди это до сих пор делают, не знаю почему. Так, еще частая ошибка это несбалансированность, когда 10 босоножек, 10 сапоги и так далее, всегда анализируйте ваши задачи, то есть если вы, допустим, 90% времени сидите в офисе, но у вас почему-то 15 пар кроссовок, а в спортзал вы последний раз ходили 5 лет назад, то 15 пар кроссовок, одни туфли вызывают вопросы, то есть исходите из того, насколько сбалансирован ваш гардероб, какие у вас есть задачи и задачи должны пополняться. Ответьте себе честно, что 20 босоножек за лето относить крайне сложно, а вот одни сапоги, они убьются сразу, поэтому вот такая сбалансированность, она крайне важна, чтобы у вас не появлялись какие-то захламления в том числе и так далее, чтобы не было такого, что вы понимаете, что вас чего-то не достает, от чего-то перебор исходить из ваших целей и задач. Но я думаю, это настолько очевидно, но почему-то все равно никто не делает, то есть это прям вот реально вот очевиднейший, очевиднейший факт, но все про него забывают. Не забывайте пробовать что-то новое, если вы никогда не пробовали какие-то другие стилевые решения подаваться, вы просто попробуйте, вас никто в магазине не осудит, если вы возьмете какую-нибудь косуху в шипах, и даже если вы миниатюрная блондинка, и вы захотите в это влезть, или если вы вдруг решили, что суфли на каблуках, а вы вдруг мальчик, никто не отнимет, вообще сейчас все равно, сейчас мальчики даже платья и юбки носят, и если вы хотите что-то новое попробовать, пробуйте все, все пробуйте, что хотите, потому что жизнь одна, и надо себя в разном виде увидеть, а вдруг вам это всегда нравилось, а вы даже и боялись туда заходить. Так, и еще такой момент, очень часто люди думают, что под одеждой или вот в ботинках другие не видят, что происходит, поэтому это не важно, вот то, что мы там дома иногда ходим, или то, что у нас под одеждой, что это другие не видят, это колоссально влияет вообще на ваши самоощущения, просто невероятно влияет, девушки, можете попробовать, наденьте какие-нибудь чулки кружевные и походите, и мальчики тоже можете попробовать, если хотите, мы тут за гендерной равенностью, посмотрите, что произойдет, то есть никто не видит, а они на вас, и эффект будет просто ошеломительный, то есть это настолько влияет вообще на самоощущение, то, что на вас надеют, все, что на вас надеют, это вы, и поэтому всегда следите, что даже если это какая-то домашняя одежда, это все равно вы, если это какое-то там, допустим, белье, которое вообще никто не видит, это все равно вы, и самоощущение это самое главное, то есть мы же внутренне транслирует через внешнюю, а внутреннее все равно передается. Даже, если не ошибаюсь, такой момент был в «Унесенных ветром», где Вивенли взяли в аренду какие-то там просто колоссальных денег стоили какие-то роскошные панталоны, и она удивилась, сказала, зачем они же в кадре даже нигде не появляются, на что ей ответили, что это совершенно неважно, самое главное, что вы точно знаете, что они на вас. Вот это такая как бы легенда про кинематограф, и это действительно круто работает. Поэтому не забывайте про такой момент. Может, вопросы есть, а то я так быстро говорю. Да, вот на самом деле, как раз только что тоже спрашивали, немножко, может быть, в дополнение к тому, что рассказывала про уход и работу с телом, лицом, растительностью. Ребята, это на самом деле очень сильно зависит от черт вашего лица. Помните, я вначале сам рассказывала, что где вы себя представляете, вот от черт лица зависит, где вы себя представляете. То есть вы такой викинг, или вы фея. Вот от этого зависит. И насколько вот вы органично будете смотреться с роскошным афро или с бородой до пояса, зависит от черт вашего лица. То есть если у вас такая изящная какая-то аристократическая внешность, а вы к ней хотите какую-то афрокосички добавить, то это будет не сочетаться, скорее всего. И наоборот. То есть если вы какая-то такая строгая, грубая и такая квадратная челюсть, а вы хотите туда что-то такое гламурненькое, то тоже, скорее всего, будет очень сложно сочетаться. Это все зависит от формы, черты, линий и так далее. Это очень трудная тема. Это настолько долго рассказывать, вы себе не представляете. У нас на это целый курс был. И по чертам лица, как это все определяется, как вообще читаются черты лица, как вызываются ассоциации у черт лица. То есть вы не поверите, но люди, они вызывают по каким-то чертам лица ассоциации с иногда с персонажами, иногда с животными, иногда даже с цветочными какими-то ассоциациями. Иногда даже у меня был прецедент, девушка была гроза по чертам лица. То есть надо было определить, какую ассоциацию вызывает. Это очень сложная тема. Долго про нее рассказывать. У нас такой список вопросов там, господи. Я когда открываю, мне там страшно даже. Так. Еще про эмоциональную привязанность к вещам хотела сказать. Люди очень иногда переживают, что вот они ходили в чем-то там 10 лет назад, и им жалко с этим расставаться. И вот они вот это все в шкафу держат. И это все история, это все их там какая-то юность. И вот они на рок-концерт в этой майке, а вот в этих джинсах у них там какая-то вечеринка там и так далее. Ребят, это все очень сильно захламляет гардероб. Вы какую-то одну, там две вещи, которые близка вашему сердцу оставьте, а с остальными постарайтесь как-то расставаться. Потому что если вы что-то не носите, это заменимает место. У вас создается впечатление, что гардероб полностью заполнен. Вы открываете, вы понимаете, что эти вещи вы носить точно не будете, но зато полшкафа занят. И создается ощущение как будто много всего. Вот привязка эмоциональная к вещам, она у нас вызывает вот такой эффект. А надо привязываться не к вещам, а к каким-то событиям, действиям там и так далее. Вещи это инструмент. Вещи это не самоцель. И тем более я вам уже говорила, что вещи это не ваш стиль. Ваш стиль это вы. Так, еще массовость. Вот блогеры, ютюберы, они же вот эти вот все там телеграм-каналы и так далее, постоянно транслируют кучу всяких вот этих вот. Сейчас модно это, сейчас и так вот такая и так далее, там стрижка модная, там и так далее. Не гонитесь за такими штуками. Им надо вот этим вот людям что-то транслировать. То есть это какой-то селебрити заплатили за то, что она с этой сумкой выходит. Сейчас была информация о том, что Риан там с пудрой какой-то со своей на Суперболе появилась и с пудрой смели. Так вот, селебрити, они постоянно этим занимаются. И им нужно как-то транслировать это все, продавать. Вы, когда смотрите, что что-то стало массовым, это как только стало массовым, сразу стало неактуальным. То есть какая-то сумочка появилась у всех, это значит завтра появится другая у всех. И все, и про ту все забудут. Чем больше массовая вот такая вот вещь, тем больше она примелькалась людям, она быстро надоела, и она сразу выходит в тираж. То есть если вы понимаете, что она супер культовая, и вообще везде на всех картинках вы ее видите, то вот она точно вам не нужна, потому что если только вы о ней не мечтали всю жизнь, то скорее всего завтра уже все скажут, что она надоела просто до ужаса. Поэтому вот эта вот массовость, когда все в одном цвете ходят, потому что Валентина выпустила новый оттенок ярко-розового, и всем срочно надо. Одни конкретные туфли побежали покупать, потому что какая-то звезда в них вышла там и так далее. Вот как только такое вы увидели, скорее всего это не про вас, потому что мы тут про персональный стиль, а не про купите все, что мне продали с экрана. Персональный стиль это вот подумать и сказать, это про меня вообще, это вот вообще мне надо, и скорее всего это не та история, которая вам нужна. Но они никому не запрещают, если кто-то хочет, вот как это, не порицаю и не заставляю, должны же кто-то массово это делать. И такие люди есть, и им нравится, самое главное. Если нравится делать. И по поводу фейков. тоже такая тема, что многие говорят, ну а что такого там вот этот, вот этот, с точки зрения персонального стиля мы же транслируем внутреннее, а фейк это транслировать внутреннее через то, чего нет. И получается, что мы не достигаем нужных целей, мы не не можем, получается, при помощи этой вещи достичь этого результата, потому что мы точно знаем, что она не настоящая, и значит мы себя ведем с ней так же. Мы это чувствуем, мы это осознаем, и вот это вот внутреннее состояние, его никуда не денешь. Это вот про то, что я вам постоянно говорю, что внутреннее состояние, это первично, а потом уже все вот это сумки, туфли там и так далее. По поводу ждать, когда ты попадаешь там или накачаешься. Очень много таких вещей бывает, которые люди купили, там они лежат где-то, и вот мы ждем идеального момента, когда настанет и не покупать. Если уже есть, качайтесь, ребят, к этой вещи, или худейте. А если, ну без ущерба здоровья, но не покупайте такие вещи. Это прям вот провальная история с самого начала. Это проверено миллионами на самом деле. И подборка готовых луков. Может видели в телеграм-каналах, в спрещенной сети, на ютубе подборки готовых луков, которые говорят, на свидание можно пойти вот так. Или в офис сейчас входим вот так. И такая там подборка из-за уже готовых вещей. И не говорит, не уточняется, какой офис, с кем у вас свидание, кто вы вообще и так далее. То есть вот такие подборки готовых вещей, они, это что такое? Это контент. Блогерам надо что-то производить, они производят для того, чтобы как-то наглядно показывать свою экспертность. Не используйте такие штуки, как прямой руководство к действию. Потому что, во-первых, они используют конкретные вещи, которые классно вместе смотрятся. У вас, скорее всего, таких не будет, а вы попробуйте что-то подобное создать, а там стиль весь в деталях обычно. А прямо идентичное вы не найдете, получится не то. И это определенно не может сопасть с вашей ситуацией. То есть какое у вас свидание, куда вы пойдете, там, с кем вы пойдете, какие девушки ему нравятся и так далее. А вот вам тут рецепт дали на свидание вот так. Вот лучше не делать так. Так, вопрос был про капсулы. Я помню, что Доброчат, привет, ребят, если здесь есть кто-то. Спасибо вам огромное, что вы есть. Вы просто, вы изменили мою жизнь. Вопрос из Доброчата по поводу капсулы. Как собираются капсулы? И там еще была приписка с... Как собираются капсулы в таких вот обычных реальных магазинах? Тут к магазину привязка вообще не должна быть. Извините, пожалуйста, что такое капсула? А, ребята, кто не знает, что такое капсула? Это подборка вещей, которая составляет единое целое. Все вещи друг к другу подходят, вы можете их заменять и время от времени комбинировать по-разному для того, чтобы достигались ваши задачи какие-то. То есть вы уже готовый набор, используете для разных целей, и вам не нужно заморачиваться. Все ко всему подходит, вы одно что-то добавили, убрали, соединили, или все вместе соединили. Или вот это называется капсула. Капсулы какие бывают обычно, капсулы для отпуска, капсула для работы, капсула для отдыха и так далее, так далее, так делается для задач, для каких-то. Вот исходите из задач обязательно. То есть если у вас капсула для отпуска, понятно, что там будет, если капсула для работы, тоже понятно. Зависит от того, какая работа. Как строиться капсула, как ее собирать – нужно посчитать, на сколько дней у вас капсула это очень важно если у вас капсула будет на пять дней вот или на 30 дней отпуска то это будут разные капсулы для того чтобы их там как-то конечно меня что должно быть обязательно учитываться в капсуле цветовая гамма если там будет полный разнобой это уже не капсула там должна быть выдержанная цветовая гамма здесь все должно быть одного цвета там должна быть то что я вам рассказывал гармоничное сочетание потом как правило низов всегда меньше чем верхов то есть к ним джинсом если условно там 33 верха 3 майки там и так далее люди воспринимают вверх это как новый образ они просто игнорируют то есть если вы в одних джинсов будете ходить и у вас быть 5 разных блуза кофточек топов там и так далее это воспринимается как разный образ если будет наоборот если будет несколько разных джинсов и одна всего кофточка то люди не будут считывать к это как разные образы лет это если кому-то важно именно разнообразие но я не считаю что это важно кто это людям голову убивает по поводу разнообразия я не знаю если вам нравится примерно одно и то же и вы хотите это транслировать и вы считаете что вы классно выглядите вспомните всегда того же лагерфельда который только кольца менял а все костюмы одинаковые и очки и считался одной из самых стильных персон вообще в этом мире поэтому вот это вот вы хотите разнообразие вы хотите все разные образы я хочу что-то новое во первых надо понять зачем вы хотите разнообразие какая цель у вас задача во вторых разнообразить образы можно одну деталью очками браслетом вот мальчик который спрашивал по поводу танцев мальчик этот ответ адресуется тебе помимо одежды есть еще аксессуары и прическа и вот это вот все использую и если даже такой что может какие-нибудь временные татуфи себе набить кстати классная прикольная тема если мальчики не пробовали попробовать это прикольно выглядит походил поменял образ и потом убрал это все тоже разнообразие еще какое то есть работать с внешним видом можно точно так же как и работать с гардеробом и даже важнее потому что именно на прическу и на ваш вот на ваше лицо обращать внимание мы не говорим что вот это вот метр восемьдесят в узкой юбке мы говорим это блондинка или это брюнетка мы же не говорим так мы же сразу первым первым делом что видим прическу видим первым делом а стиля идентифицируем по обуви запомните эти вещи это очень важно так про капсулу по поводу того что как-то именно в простых магазинах это выбирать ребята вообще не важно в каком магазине вы это выбираете в одном в разных капсул можно соединять даже вот вот проводили эксперимент с коллегами по поводу того что можно ли одеться на ближайшем рынке можно было бы желание вот я вам клянусь это просто ваше упорство стремление к тому чтобы это искать и если у вас очень много времени на финансовые возможности отсутствует то у вас есть это время для того чтобы перерыть секунхенды бабушкины сундуки что-то сшить собственными руками что-то переделать и так далее если у вас очень много денег почему вы до сих пор не наняли стилист но нет времени это к вопросу о том что мне делать у меня есть деньги но нет времени ответ очевиден вообще за вас это все сделают имеется человек и вам это все сделают так еще вот такой момент по поводу мода не важно очень многие говорят что я вот за стиль я считаю что мода не важно мода не важно в том плане что не надо гнаться прямо вот самую последнюю ход тенденцию хватать и обязательно чтобы она у вас была но есть такие вещи как макро тенденции макро тенденции они отслеживают силуэты и формы и вот если вот эти силуэты и формы не совпадают силуэтами и формами применимыми в нашем конкретном момент времени то наше сознание даже если мы вообще не не разбираемся ни в моде не не в стиле ни в чем наше сознание автоматически это все считывает как устаревшие то есть идет женщина которая одета по силуэтам 20-летней давности и вы сразу ей накидываете эти 20 лет и потому что вы знаете что тогда так ходили и вы это все уже видели вы это все помните даже если вы это не пытались как-то анализировать то вы все равно это считали вы к этому привыкли это считывать то есть вы на это постоянно смотрите это видите это у нас из-за того что постоянно насмотренность людей это вокруг полно меняется эпоха меняются силуэты мы это все постоянно 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 видим и даже если мы не захотим, мы это все равно увидим. То есть набрасывается сразу вам возраст из-за того, что не поменялся силуэт. Вот силуэты — это макротенденции. Такое серьезное лицо. Страшно представить. Кто-то кричит, нет, не хочу моду, не надо, пожалуйста. Макротенденции как отслеживать. Блогеры. Найдите себе любимого блогера, не повторяйте за ним, а просто смотрите макротенденции. Вот какую-нибудь подборочку раз в год он вам скинул, желательно, правда, два раза в год. Перед зимой и перед летом. В этот период маятник моды качается. То есть недели моды, а не вот этот период. Вы к сезону для того, чтобы примерно, когда пойдешь что-то покупать, макротенденции посмотрели, куда мир-то движется. Вам вот эти все люди, они уже все собрали, подготовили, написали, и вам только пролистать нам. Ничего сложного. Профессионалом быть не надо. Любой справится. Так, тут был молодой человек, который составил какой-то колоссальный список вопросов. Я его ищу, значит, не могу. Алексей. Алексей Заславский. Надеюсь, правильно произнесла. спрашивает про мужские аксессуары. Уместно на работу, на отдых, что допустимо, что нет. Мужские аксессуары, ребят, ничем не отличаются от женских аксессуаров. У нас сейчас вообще в моде полный мунисекс. И поэтому в смысле уместно или неуместно? Все зависит от того, куда вы собрались. То есть, понятное дело, что вот мужской аксессуар-галстук на пляже, наверное, не окей. Но если вы хотите быть фэшн-персоной и выпендриться, никого не слушайте и делайте так. Если вы уверены в себе и понимаете, зачем вы это делаете, то этот аксессуар ваш, даже на пляже. Как в том анекдоте, а вдруг кто встретится? Ну, это социальный вид. Поэтому аксессуары – это вообще наше все. Вот вы хотите стиль на минималках, вы хотите не заморачиваться, вот вы берете какой-нибудь ремень, смотрите на него по тем критериям, про которым я рассказала. Что это критерий, это брутальный, это изящный, это элегантный, это спортивный, это вообще какой. И вот этот ремень добавляете, и у вас уже характер образа поменялся. То же самое с очками. Очки там спортивные, элегантные, они агрессивные, или они наоборот какие-то гламурные. И вот вы одни очки добавили, у вас уже стиль поменялся. Вот стиль на минималках делается так – обувь и аксессуары. Так, как перестать корить себя за процесс наряжания, выборы и носки красивой одежды? Алексей, не переставай. Гори себе. Почему ты только один будешь наряжаться, а остальные – нет? На самом деле, вот эта вот психологическая ситуация – это то, про что я говорила. Как только у вас будет вот этот вот коннект налажен с внутренним и внешним, у вас перестанет вообще вот этот вопрос возникать. А почему я это не делаю, а это делаю? А почему я боюсь, а вот это вот хочу? А почему я хочу, чтобы вам не подумали так, а они так обо мне не думают? И вот эти вот все вопросы, почему я про персональности-то рассказываю, а не про бренды, магазины, вот эти все вещи. Потому что людей на самом деле много вот этого всего мучает, но они про это почему-то не задумываются даже. То есть они сидят, выясняют, где кроссовки купить, а вот как в своей собственной голове забраться, и зачем им эти кроссовки, почему именно эти кроссовки, они не хотят подумать, а ведь оттуда надо начинать вот свой путь. Как победить консерватизм в одежде? Только пробуя что-то новое. Если вы не будете что-то мерить, вы никогда в жизни этот консерватизм не победите. Вас никто не заставит. Это только добровольное по собственному желанию. Но на собственном опыте проверено. Если вы пойдете в магазин, возьмете совершенно жуткую, страшную, вообще какую-то невообразимую, там, я не знаю, леопардовую в стразах, перьях и вещь, понесете это на кассу, вас никто не остановит. Проверено. И даже если вы это наденете и выйдете, вам за это ничего не будет. Но лучше на работу не пробовать, а вот на какую-нибудь печеринку можете сходить. Все поржут и все. И как бы и на этом все. И никто не умрет. Поэтому всегда пробуйте что-то новое. Это настолько вообще вас в другом ключе может представить, что вы когда какую-то, к которой рука не тянулась, вещи специально возьмете и скажете, я такое никогда не делала, ну, я попробую, вы можете быть шокированы. Вот многие мои клиенты, которые не догадывались даже на самом деле, что так можно, они когда какую-то, я им вещь говорю, а попробуй вот это. И он говорит, я такое никогда не доносил. И у них такой шок на душу. Почему? Почему я это не носил? Именно пробовать. По-другому никак. И только добровольно, самое главное. Удовольствие получать от процесса. Пока будете мерить, радуйтесь, что вот прикольно, я леопардовый и все. Следующий, я зебря. Потом еще там что-нибудь. Я крокодиле. По поводу современных тенденций уже ответил, я надеюсь, на вопрос. И про шляпу. Алексей, напиши мне в личку про шляпу. Это перебор. Ты, конечно, красавчик, что ты такой список вопросов озвучил. Потому что очень подготовленный пришел. Сразу видно, тема интересуется. Это круто. Это ты молодец. Так, еще у меня вот какой момент. Приношу свои искренние извинения Роману, Романову, по-моему, так зовут. Да, Роману, 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 если ты меня смотришь, не знаю, смотришь или нет, я надеюсь, тебе передадут. Я не хотела тебя обидеть в комментах. Я когда увидела твой пост, ты спать пошел, а у меня было 4 часа утра. И вот я в 4 часа утра как ответственный стилист попыталась понять и сходить из задач клиента. Господи, я столько времени потратила на то, чтобы понять твой вопрос. Если бы ты только знал. Я на клиентов иногда столько времени не трачу, поэтому не обижайся на меня, когда я написала, что я ни черта не поняла. В этот момент я уже даже хотела, вот у меня было, отчаяние было. Я думаю, черт, я, наверное, зря эту тему озвучила, никто ее не понимает. Ее не понимают 99% пользователей. Зачем я ее озвучила? Ребят, я надеюсь, и самое главное, вот Роман не понял тему, и поэтому я не поняла Романа. И я не могу ругаться на него, вот в чем я не права в этой ситуации, когда я расстроилась, что я не поняла его. Я не могу ругаться на людей, которые не поняли тему, потому что, потому что я ее еще не объяснила. Как они могут понять тему, когда они не понимают, о чем речь. Это очень сложно. И я понимаю, что для комьюнити, в котором я нахожусь, я, ну, по сути, белая ворона там. То есть, первый вопрос вот в этой вот ленте должен быть. Женя, а что ты вообще делаешь в Астрик? Что ты тут забыла? Ладно, у нас все разные. Мы всех принимаем. Спасибо, я знаю, я ходила на встречи в реалии, и я в этом убедилась. Это офигенно, это круто на самом деле. Половина не поняла, что вы говорили, но мне очень понравилось. Было круто. Так, так что, Роман, я тебя не поняла, потому что ты не понял тему, но тут не права я. Признаю. Я это редко делаю, но тут признаю. Надеюсь, ты не обиделся. Но я очень расстроилась в 4 часа утра, что я ничего не понимаю. Я такое исследование провела, тебе не снилось на самом деле. Так, ребята. Такое количество вопросов, но я вроде бы попыталась хоть как-то задействовать, их как-то вместе объединить, для того, чтобы было понятно. По поводу, я маленький, я высокий, я очень хрупкая, у меня совершенно невообразимые габариты, у меня роскошная грудь, поздравляю. Вот это вот все, это все относится к вопросу по поводу посадки вещей. Я на него ответила. Я надеюсь, что я вас не разочаровала. Я понимаю, как вам больно это слышать. Я понимаю, как это страшно звучит, что это очень жестоко. Мир вообще такая штука жестокая, а фэшн-индустрия еще жестче. Вы себе не представляете, куда вот я сейчас стремлюсь. Там вообще просто, там не выживают, там смертельно. И мир, к сожалению, так устроен. Да, никто не позаботился о людях, которые выходят за пределы вот этих вот стандартных клише, которые в магазинах используются. Это вы еще просто вот там рост, вес, там вот это все. А есть люди несчастные, у которых негабаритный размер ноги. Вот это вот вообще боль. Это вообще страшно. И им приходится таких вообще повидать проблем с этой негабаритной ногой. Это несчастные люди. Им так тяжело. И они хотят красивые вещи, точно так же, как и все остальные. Поэтому подогнать платье и найти нормальные сапоги это не одно и то же, ребята, поверьте. Поэтому те, кто жалуется по поводу почему на мне не садятся джинсы, подумайте о тех, у кого нет туфлей или зимних сапог. И поймите, что вам еще повезло. Так, есть еще вопросы? Мне кажется, все перерыва уже. Да, слушай, я тоже смотрел за постом и кажется, что кроме уже совсем конкретных вещей, про которые, наверное, тебя можно в речке спросить, может быть. Ребята, я вообще готова к общению. Это не значит, что я там сейчас вам такой прайс огромный выкачу и скажу, что так, подождите, вот все, что за пределами, это уже за деньги. Нет, я на самом деле вот какие-то такие базовые консультации, которые мне просто человек что-то спрашивает, я это совершенно спокойно могу вам сделать. Если у вас там, конечно, нет, как у Алексея, вот такого вот списка. То есть, давайте уважать время друг друга. У меня, я вам уже озвучила, как мой график выглядит. Клиенты, потом исследования, потом учеба. Я сейчас еще на учебе, у меня сейчас еще диплом. И клиенты, которых я люблю, я не могу их бросить, если мне нужно помочь всем вообще сразу. обязательства. Они мне как родные. Конечно, да. Я думаю, что все понимают, что это тоже такое. Ну, помогу, я не откажусь, если там какая-то будет ситуация, ну, прям, срочно что-то надо. Я же, мы же все друг другу помогаем, мы же в этом смысле в Астрики участвуем, что каждый, кто хочет, может написать другому с вопросом. За вопрос тебе ничего не будет. если человек поможет, это классно. Я, правда, так ни разу не делала, но обязательно потом как-нибудь попробую. Что, может быть, у кого-то еще, может, кто-то хочет голосом задать вопрос, например. Или еще что-нибудь. Замучила я вас? Ну, может, да, может, больше двух часов. смотри, мы можем сейчас остановить запись, может быть, кто-то еще захочет что-нибудь просто уже менее формально спросить не под запись, может, все стесняются. Ну, давайте, если вопросов таких, которые нельзя под запись, нет, давайте так и сделаем, вдруг там сейчас будет какой-то очень эксклюзив, и кто-то боится. Слушай, спасибо тебе огромное, получился классный обзор, мне кажется, очень много всего для всех подумать и начать заниматься стилем или продолжить заниматься стилем, если я тоже начал. Спасибо большое, что пришла. Вот, получилось классно. Спасибо, столько народу вообще вопросы задали, это для меня прям откровение. Мне казалось, что это неинтересно никому, поэтому я не делала никогда экспертные посты, я никогда ничего такого не писала, мне казалось, ну, это настолько не в тему вообще сообщества, и будет совершенно ненормально воспринято в плане того, что ну ты-то куда, вот эти все твои платья, туфли там и так далее, это же вообще не про то. Но это вызвало интерес у людей, и это значит, что, во-первых, такие, как я, они очень нужны, и не только вот моим клиентам, но еще и вот таким сообществ, и когда мне говорили, что это вообще люди другого мира, я говорю, нет, это точно такие же люди, как я, я вам докажу. А потом я увидела вот эту вереницу вопросов, где написано просто вообще все в разнобой, я такая, кажется, я погорячилась. Но нет, я все равно от своего мнения не отказываюсь, я считаю, что вы после того, как я все это озвучила, уже рассказала, что вы поняли, о чем речь вообще была, откуда вообще нужно начинать работать. И что вы можете, главное, это сами. и вам, если у вас нет времени, нет денег, нет помощи от стилистов там и так далее, никто не помешает вам вот с этими задачами определиться, просто подумать над этим. Класс. Спасибо, отличное место, чтобы остановить запись. Продолжение следует...